Все, давайте начнем. Все остальные потихонечку будут подтягиваться. Я вроде поменял локацию в надежде на то, что связь будет хорошая. Ну, в общем, связь как есть. Все равно это второй выпуск, выпуск тестовый, так скажем. Мы еще все набираемся опыта. Значит, всех приветствую. Мир всем. Всем добро, здоровья. Сразу небольшие правила, то есть соблюдать лексику. Если кто-то будет материться, там как-то обзываться. Не знаю, ну, просто будем банить и все, чтобы бардак здесь не наводить. Что еще? Значит, основная тема запланированного трансляции. Вот это 10 лет, как мы вместе с вами. Ну, может быть, с кем-то не 10 лет, но в общем и целом. То есть 10 лет, как мы переехали из города в деревню. У нас такой, как это сказать, не то чтобы праздничный день, а такая, ну, дата интересная, 7 октября. Это день, который мы вот решили для себя считать днем переезда. Сначала переехала моя жена в деревню. Да, где-то потом спустя, где-то месяц, наверное, я тоже с города собрал вещи и с машиной, значит, переехали в деревню. Вот, и как раз я приехал 7 октября. Мне нужно понять. А в этот день, Новосибирске, я помню, ну, во-первых, это день рождения нашего президента Владимира Владимировича Путина, и в этот день, Новосибирске, в 2014 году открывали Бугринский мост. И он как раз туда прилетел к нам, вот, наш президент. То есть, ну, вот, на вот это вот такое событие. Ну, связь, связь уже как есть, уже все. Будем, будем стараться, в общем. Так, всех еще раз, да, приветствую. Ну, и, значит, начну с вопроса, пожалуй. Мне задавали вопрос, писали в комментариях, там, под видео, под одним. Ну, я сказал, что я его отвечу первым на трансляцию. Значит, вопрос... Опа, немножко сдвинул. Вопрос о том, тяжело ли сбывать продукцию в деревне. Значит, вообще сбыт продукции, это вопрос номер один здесь. Потому что, ну, вот, как я выяснил, за это время, пока мы здесь живем, то есть, создать какую-то продукцию, вырастить там что-то там, или произвести, как бы сложно, но это можно. То есть, тебя научат, тебе подскажут, все, и ты наберешься опыта и будешь производить. Вопрос сложный здесь именно в том, чтобы потом ее сбыть, эту продукцию. То есть, вопрос, куда и кому, вот, и вообще, как это делать. Поэтому, когда я сюда приехал, значит, этот вопрос тоже у меня стоял, но как-то я его особо не боялся. Вот, какие-то были свои представления, вот, и именно с ними я начал, значит, работать, так скажем. Вот, как вообще, вот, ищут там клиентов. Значит, способов очень много, и они разные. Один из способов, ты, например, в город едешь, ну, там, что-то же делаешь все равно, где-то что-то покупаешь у кого-то, там, на истовую машину ремонтируешь, еще что-то. И вот, например, значит, ну, моим представлением было, что деревенская продукция, то есть, должна обязательно иметь упаковку красивую, с каким-то, с какой-то этикеточкой с твоей, где там номер твой, какой-то логотипчик там, и, значит, ссылка на ресурсы. Вот, и, соответственно, где-то ты у кого-то находишься, и вот было такое, что в подарок даришь, ну, говоришь, что вот, я с деревни занимаюсь там, все, и человек довольный, благодарит тебя. И так вот постепенно, постепенно, то есть, кто-то обращается еще раз за продукцией, потом этот кто-то, потом говорит еще кому-то. Вот, было так, что даже по приезду в деревню, по прошествии потом какого-то времени, нашлись родственники, которые, ну, с которыми так особо раньше не общались, конкретно я. Вот, и начали с ними общаться, также они покупали продукцию какую-то вот в городе, и потом я попросил, говорю, я говорю, можешь, ну, кого-то еще посоветовать или кому-то посоветовать нашу продукцию? Вот, и, соответственно, значит, стали советовать нашу продукцию, там потом человек, значит, появился, стал новым покупателем, он потом стал дальше кому-то там рассказывать. То есть, вот такая, как бы, сеть выстроилась, потом просто там какой-то человек знакомый приехал, там что-то встретились. В общем, таким образом постепенно складывается какой-то определенный круг твоих потребителей. Вот, конечно, всегда хочется, чтобы потребителей было больше, но, значит, бывает иногда так, что даже продуктов не так много, как потребителей. А бывает наоборот. Вот, у тебя там продуктов много, а вот, ну, потребителей, значит, мало. Ну, в каком-то, в каком-то отрезке времени. Вот, например, сейчас вот все есть условия для этого, то есть, всякие группы, WhatsApp, Telegram, каналы всякие. Вот, ну, WhatsApp и Telegram это более удобно, это вот моментально. Люди в интернет там, ну, сейчас хотя бы с телефона все выходят. Вот, обычно вот на WhatsApp. То есть, в WhatsApp есть группа для моих клиентов. Вот, есть клиенты в Новосибирске, есть в Барнауле. Вот, соответственно, пишешь, там, приеду тогда-то, привезу то-то, и люди заказывают. Вот, примерно так выстраивается, значит, сбыт, сбыт деревенской продукции. Надеюсь, ответил на вопрос. Как бы все это, все это постепенно делается, не так быстро. Ну, в моем случае. Вот, может быть, кто-то, кто в деревню приехал, может быть, у него уже там есть какие-то конкретные потребители, там, или желающие, не знаю. Ну, может, ему кто-то передал свою базу, кто-то там, не знаю. То есть, кто занимался, и просто там, например, бывают люди, например, в город, наоборот, уезжают. Или еще что-то, или там, на вот моих клиентов там занимайся. Вот, бывает и такое. Итак, давайте сейчас потихонечку буду отвечать на вопросы. Значит, поздравляем ваш дом и семью с хорошей датой. Дерзайте, трудитесь, и всем, и всех благ от Господа. Спасибо Христову, благодарим. Вот, значит, ага, сразу... У нас мой дядя не выдержит никакой конкуренции. Сразу про него решили спрашивать. Как отношения с ИТ Лапкиным? Не помирились? Вот, ну, я думаю, мы тут в процессе расскажем. Будем, наверное, много сегодня, наверное, прибегать, потому что я смотрю людям очень интересно. Так, мир вам. Пишут, что там, как Пащенко поживает? Он уехал из Потеряевки со старым. Вы хоть вздохнете теперь до весны? Ну, да, они 10 октября по графику уехали. Ну, так всегда было. Вот, значит, как-то деревня более так в зимний период, вот в этот, более так самостоятельно, как-то тихо, спокойно, наоборот, живет своим миром, так скажем. Ну, а летом все меняется, когда приезжает один человек. Вот. Приветствую вас, Алексей. Один вопрос. Ага. Значит, тут даже такие слова. Значит, ага, дядя, в общем, не буду даже слова читать. Ну, как бы вот, думаю, может быть, это не шибко оскорбительно, но, короче. Вот. Говорит, что кошмарит вас дядя. Или, говорит, залег в лопухи. Нет. Ну, слушайте, сейчас уже, во-первых, уже у него возраст не тот. Вот. И там его всякие болельщики мучают. Поэтому он кошмарит теперь может только языком, где-нибудь у себя, вот, на просторах интернета. Что он делает, как говорится, с успехом. Вот. А так, чтобы там. Раньше, раньше было, значит, время, когда он, ну, рассказывает старожилы, кто был, кто жил. Даже с утра рано, говорит, приходил там, проверял там. Например, семья спит, заходит там, палкой стучит там по полу. То есть там дети спят. Ну, вот было, да, такое. То есть это непосредственно вот рассказывают люди, те, которые жили здесь. Итак, Алексей, приветствую тебя. Мир тебе, твоя семья. Ага, и мир вам. Алексей, расскажите, что это была за история о том, как Лапкин ходил за ручку с женщиной, за что его матушка обличала? О, какие интересные, глубокие вопросы. Ну, была, значит, такая история, да, была, когда он там, так скажем, в любовь играл. Ну, что, как мужик мужика я понимаю, собственно, просто другой вопрос. Он же себя позиционирует Бога избранным. И, как бы, это не совсем подобает такое поведение, тем более на людях, для человека, который себя там позиционирует определенным образом. Это, значит, как Христос сказал, говорит, соблазн должен прийти в мир, но, говорит, горе тому, через которую придет этот соблазн. Говорит, легче ему повешать мельничный жернов. Как толкует феофилак болгарский это место, что означает мельничный жернов. Это стопроцентная смерть. То есть ты от него не избавишься, ничего, тебя столкнули в море там или куда-то, и все, ты утонул. Поэтому, ну, бойтесь там кому-то соблазн причинять, значит. Хотя соблазны будут в мире. Мы должны противостоять, а с нашей стороны их точно не должно быть. Вот, говорит, за что его матушка обличала? Ну, матушка, имеется в виду его мама или какая матушка? У нас есть еще матушка, в смысле батюшкина жена в деревне. Вот, по-моему, и его мама говорила там как-то, да, что типа, что ты вот тут ходишь, короче, с ней. А он прям, не стыдясь, так с ней за ручку там приходил. Там его сестры были, мама была. Ну, это была такая история, конечно, очень-очень какое-то время. Вот, и вот он говорил, что, он говорил это своим адептам, значит, те, которые возле него были, что, говорит, я, говорит, в жизни больше никого так не любил, вот как ее, туз, который ходил. Ну, а адепты его, жалели его жену, и они все передавали ей то, что он говорил. А потом жена, в общем, его, значит, как это сказать, спалила их, в общем, они там в домике закрывались. Чего уж они там делали, не знаю, сосечки не стояли, но вот она открывает, они там. В общем, была такая, да, история. Вот, ну, главное в этой истории то, что вот эта вот девушка, она принесла покаяние в плане том, что, значит, родственникам нашим, в том числе, вот, ну, как бы говорила, каялась вот в том, что она, ну, по глупости своей делала там, потому что она до этого времени там, или в это же время, в общем, какое-то время жила у него даже. То есть его личная жена жила там где-то там, а он жил вот с этой девушкой. Вот, и она говорит, эта девушка говорит, все, вот эта жизнь, говорит, которая у нее жила, говорит, была как в аду. Вот, сколько-то там, я не знаю, сколько это было, полгода, год, может быть, несколько месяцев там, ну, вот, было такое, в общем. Вот, ага, Лапкин-Святой пишут, ну, наверное. Алексей, а дети у вас в школу ходят или семейное обучение? Значит, дети наши относятся, у нас в Корчино есть школа, средняя общеобразовательная школа, и мы относимся к Корчинской школе. Мы проходим там по журналам все, вот. И у нас, значит, наши учителя, которые у нас есть, вот, они учат наших детей тоже, они официально, значит, относятся к школе вот к этой Корчинской, вот, и поэтому наши дети как бы официально учатся в школе. Вот, все, оценки, там, каникулы и так далее. Вот, туда же, в сентябре, да, делали выезд с ребятишками в школу. Вот, было очень интересно, то есть для их развития, так скажем, приезжали мы в школу туда, вот, три ученика там сидели они на занятиях, учились, все интересно, как бы, вот, ну, как сказать, такая небольшая социализация, чтобы вот видели, и чтобы те учителя тоже знали, что там за такие ученики, вот, которые вроде в журналах есть, а, ну, власть идет нам на определенные уступки, вот, пока вот в такой форме. Но у нас обучение очень заученное вообще. Вот, то есть какие-то предметы мы введем дома, те, которые мы можем. Так, дальше. Значит, адепты ИТ пишут и учат на своих каналах, что обида – это не христианское чувство. Алексей, скажи, и ты обидчивый, на твой взгляд? И ты обидчивый, как, значит, дядя мой, как ребенок. Вот, хотя, на самом деле, ну, это не христианство, он очень обидчивый, очень злобный, очень мстительный. Ну, это вот, и моя мама всегда, ну, как бы, предупреждала, что это очень мстительный человек, очень страшный и мстительный, вот, поэтому, ну, это так. То есть это показывает его жизнь, это показывает его поступки. Вот. Что Алексей не вывез жизнь в городе? А, что Алексей не вывез жизнь в городе, да, слабак. Честно сказать, да, были какие-то противоречия. То есть, вот, как-то мне не нравилось вот это лицемерие, мне не нравилось вот это вот, какие-то двойные стандарты и вот этот, как бы, такой уклад, который я вот с этими делами ничего не мог сделать. Вот. И у меня была такая мысль, что приеду в деревню, там, вот, как бы, слышал, что община, как бы, вот, там, и все, думаю, там, свой мирок, и вот там-то, думаю, ну, вот, хоть там-то будет порядок, как бы, вот, ну, нормально все, не будет вот этого лицемерия, там, каких-то двойных стандартов, там, все. Вот. И это один момент, а другой момент, что надоела вот эта жизнь, вот этот треугольник работа, там, не знаю, дом, там еще там что-то. И вот, короче, ты как бы туда-сюда вот вращаешься, вроде ничего особо не происходит. А что-то хотелось интересно, что-то хотелось созидать, что-то, чтобы это видно было. Я не говорю, что у кого-то не получится, может быть, себя кто-то в городе больше реализовал в этом отношении. Ну, кто-то нашел свою жилку, там еще что-то. Ну, лично вот мы как бы, нам вот что-то не понравилось. Хотя у нас там было что-то, и работа была, все. Ну, вот все одно и то же, как бы, и было неинтересно. И поэтому мы однажды приняли решение, ну, я так думаю, что вот, наверное, Бог, наверное, как-то вот мысль такую положил на сердце. И решили, короче, изменить свою жизнь кардинально. Это решение было принято в том числе на волне того, что вот как-то в интернете однажды мы увидели Стерлигова. Есть только Герман Стерлигов. И вот чем он зацепил? Тем, что дядька, богатый дядька с деньгами, все. Я просто больше ни от кого не слышал, который говорил, что переезжайте вы из этого города, из этой бетонной джунгли, из этой бетонной конуры, там, в деревню, на землю, там, все. Делайте натуральную продукцию, там, продавайте. Что натуральный продукт, это всегда будет в цене, люди всегда будут хотеть кушать, там, и так далее. Вот. И даже, даже перед тем, как переехать осенью, мы, получается, зимой, в 2014 году зимой, да, мы поехали, значит, у нас такое было путешествие небольшое, там, по родственникам, в Москву. Ну, вот, и вот, в том числе, у нас было желание заехать к ним, к Стерлигу Герману, вот. И мы заехали к нему, побыли у него, то есть, приехали, там, где-то в обед, там, до вечера побыли и уехали. Никаких вопросов особых не было у меня к нему, потому что мне просто как-то вот где-то хотелось немножечко утвердиться, утвердиться, ну, как-то вот увидеть его, как-то вот, ну, хотя, что утверждаться, ну, человек с деньгами, там, понятно, у него все есть, вот, но как-то я на это не смотрел. Вот, еще раз как-то вот мне хотелось, я говорю, вот мы приехали, у меня даже вопросов не было, вообще никаких, уж тем более духовных, вот, к нему, как бы, ну, его я, как бы, не считал, и, как бы, сейчас особо, не особо считаю, там, помощником в этих вопросах, вот, но в каких, как-то даже не вопросах, а просто вот что-то мне нужно было, вот. И где-то внутри, я, конечно, осудил тех людей, которые по субботам там люди приезжали, вот мы тоже там были, осудил в каком плане, то есть приезжая, вот толпа людей, там, москвичи какие-то приехали, мужики вроде серьезные, там, какие-то, видать, даже бизнесмены, там. И мне показалось, такие бестолковые вопросы задают, вот, настолько там, ну, там, типа, типа, то есть не то, чтобы прям прямой это вопрос, но там, слушайте, а я вот стою утром, там, вот, а что мне одеть, или там, а вот, что мне покушать, там, ну, вот, как-то вот мне показалось, настолько все это, думаю, ну, вообще весьма-весьма странно как-то все было, вот. Вот, и все, мы там посидели, да, нас покормили, приняли, как бы все, вот, и, значит, и все, и вечером мы уехали, там, книги у него взяли тоже, вот, значит, он давал, там, пофоткались, вот, и все, в чем-то я утвердился для себя, и, там, еще раз, как говорится, потому что переезд из города в деревню, это, ну, серьезное, в общем, занятие, даже, как сказать, не занятие, а серьезный поступок, точнее, был. Весьма серьезный, почему, потому что, я вот сейчас понимаю, у меня были друзья, они, как бы, сейчас есть, и многие, вот, в то время даже, эх, говорит, переехал бы тоже, да, вот, у меня жена, говорит, там, ну, против, короче, вот, то есть, не все смогли единодушно, вот, как бы договориться, там, потому что кто-то, там, вот, я говорю, там, муж, например, хочет, а жена нет, и все, то есть, а он понимает, что, как-то так невозможно, вот, и все-таки, здесь, есть определенное, я не говорю, что, там, какой-то, там, мы супер храбрецитом, ну, в общем, как-то, вот, определенная у нас смелость была, может быть, еще подтолкнуло к такому поступку, что у нас ничего не было, в плане, у нас не было квартиры в городе, не было дома какого-то, потому что кто уже, как-то, как-то обустроился в городе, наверное, уже как-то потяжелее будет уезжать, вот, а мы квартиру снимали, нам легко было, там, собрались, поехали, все, то есть, за нами ничего не было, вот, значит, читаем дальше, ага, притча 6-19 мер за сеющий раздор между братьями, получается, и ты мерзавец, сколько лет травли от него, ну, получается так, но дело в том, что, как бы, для него Библия работает только в одну сторону, то есть, она работает, ну, вот, когда он говорит, она работает кому-то, вот, на него это, как бы, не касается, то есть, он это для себя не воспринимает, это очень печально, почему, потому что он очень не любит это слово прелесть, вот, для него это, прям, как красная тряпка, вот, ему уже многие это говорили, вот, человек, который находится просто в дичайшей прелести, вот, абсолютно не понимает, то есть, кому-то что-то говорит, как будто Христос говорил, там, кому-то, А к нему это лично, хотя где-то языком он это произносит Что типа его это тоже касается Но исправлений и чего-то еще мы просто не видим Так, спрашивают у всех тормозить Да, ну вот Значит, наверное будет подтормаживать все-таки Значит, следующий комментарий Алексей, считаю вас умным, грамотным человеком Да, Игнат Тихонович перегибает палку Но нужно терпеть Это ваш родственник Ему лет уже много Но нужно отпустить эту ситуацию и простить друга И простить друга или друг друга Ну тут можно по порядку прям разобрать это все Значит, ну уж не настолько я грамотный там Здесь видите, здесь дело не в перегибании палки Мы не говорим о каких-то личностных грехах Вот кто, например, начинает там кого-то осуждать Там за личные грехи То грехи того человека автоматически станут твоими Вот Мы здесь говорим не за личные грехи человека А мы говорим за грехи, которые он сеет Разносит, то есть как заразу Ну можно сказать по всему миру Теперь вот уже через интернет Это наш родственник, безусловно И поэтому, поэтому Ну вот как мне кажется Лично я не могу смотреть на то, как его, например Ну просто болванят Вот его адепта там Настолько вот, ну как бы это же неприятно Что, ну там над стариком просто такое издевательство Степ, просто степ такой скрытый Как бы не в открытую Но в свою очередь он их там, он над ними, значит, потешается Вот всякая Просто даже, я бы сказал, даже там издевка какая-то прям такая конкретная Нездоровая идет Вот Вот пишут ему лет уже много Ну слушайте, года, они Если вы сейчас имеете в виду под этой фразой Типа уважение Уважение надо заслужить И что там, не знаю В молодости не посеял, то в старости не соберешь Вот Поэтому человек Модель поведения человека 80% Она всю жизнь остается одинаковой Вот как он Что делал Так он и до конца жизни будет И только 20% человек и меняется Вот в течение жизни Вот Поэтому Мне печально Особенно под старость видеть его в таком состоянии Но дело в том Дело в том, что надо признать Что в молодости он не был таким, вот как сейчас Вот У него было очень много хороших моментов Которые он делал Вот Сегодня буду, наверное, частенько приводить Приводить одного человека Это Степаненко Максим из Томска Значит, он в миссионерском отделе Томской епархии Московской патриархии Вот Умный человек Пишет статьи И он Написал статью Пожалуй, я ссылку Потом, когда буду оформлять Скину в описании Значит, под этим Под этой трансляцией Обязательно почитайте эту статью Она очень интересная Там Ну Если ее распечатать Там 80 листов получается Достаточно такая большая статья И Значит, все, что он там написал Вот все практически вообще Вот прям под всем подписываюсь Ну, дело в том, что я говорю, что это умный человек И я бы так не смог Потому что, ну, у него знания определенные Он в этом варится Он этим занимается Там и статьи пишет И все Вот Я больше с практической стороны Как родственник То есть Вот те вещи, которые я, например, здесь говорю Там что-то В том числе про него Вот По сути, как бы могу говорить только я Вот даже никакой адепт там не может говорить Почему? Потому что Ну, кто вы такие вообще? Вот Я человек, который там Там Мне 40 лет Ну, типа, знаю его 40 лет И там еще там 40 лет знаю То есть По свидетельствам моего родственников Вот Поэтому И мы здесь Мы здесь о чем говорим Вот Любую критику он воспринимает там Ну, из-за своей трусости Там, как нападение Там А, на меня напали Там Кто на тебя напал? Тебя пальцем не трогают даже Вот И то есть такой Псевдогонимый Такой Бедный, несчастный Там Как написал этот Максим Степаненко В статье Говорит Ну, говорит Для старика, наверное Живущего в деревне С 15-ми дворами Наверное Это серьезный стресс Вот Ну Эта статья была написана В 2016 году Вот Еще в то время Когда я сидел по правую сторону У него То есть Ну, будучи ослепленным адептом Вот Поэтому Как-то вот интересно Что эта статья Попалась мне относительно недавно Вот И все В которой уже давно-давно Уже человек Вот этот разложил То есть Кто там Ну, вот Отвечая все на вопрос Ну, нужно отпустить То есть Как бы эту ситуацию Вот Кстати Еще один момент Хотел огласить здесь Если вы где-то видели На его каналах На каналах Моего дядюшки Там В каком-то видео В отдельном Или может быть Там Видео в каком-то Но Там Где-то моментом Он говорит Что там Что-то Какая-то война Там Враги Там Все Там Ничего этого нету Я вас 100% уверяю Вообще Ничего этого нету Это все Больные фантазии Вот этого Больного человека Ну, вот Как написал Максим Степаненко Говорит Это старческий Уже маразм То есть Степаненко Говорит Раньше В 16-м году Предполагал Две его Кончины Его, говорит Либо убьют Либо Он, говорит Закончит Как царь Навуходоносор Навуходоносор Значит Ветхозаветний Царь Там Из Вавилона Который Израиль захватил У него был Такой момент Его Бог Наказал Он превратился Ну, типа В зверя Короче Оброс Там Ногти выросли Все Там Что-то Месяца В семь Или сколько Он был Там Жил на поле Там В пещере Какой-то Питался травой То есть Такого Безумия И вот этот Максим Степаненко Тоже пишет В статье Что говорит Вот этот Старческий маразм Вот это Безумие Просто Которым он Захлебается Ну, может быть Он захлебнется Так в нем Вот То есть Это абсолютно Не по-христиански И поэтому Еще раз Никакой войны Нету Я вас уверяю Никто ничего Не воюет Для меня Я говорю Он не враг Абсолютно Просто Дед Ну, там Потихонечку С ума сходит От того Что просто Заняться нечем По всей видимости Не молится Или не постится Я не знаю Что он там делает Хотя вроде Говорит Что Отсюда вопрос Что ты там делаешь Вообще Как ты там Что молишься И чем ты там Занимаешься Все нормально Все нормально То есть У меня вообще Ничего нету Никто ничего Не подкапывает Никто ничего Не хочет разрушить Он там Я там Разрушить Якобы я там Говорил Ну, сразу Хочу отметить Раз уж мы До этого дошли Значит Откуда вообще Это взялось Что я сказал Что я хочу Разрушить деревню Было такое Что когда я еще сидел По правую сторону От него Соответственно Я не мог никак Желать зла Там какого-то Мы шли однажды С ним До дома Он шел посредине С велосипедом Справа я шел Слева моя супруга Вот И я Опять же Заранее осудив Тоже Группу людей Вот Ну, не буду ее сейчас называть В общем Я ему сказал Говорю А давайте снимем ролик А я говорю Я знаю Как разрушить деревню Давайте снимем ролик И я расскажу Что нужно пригласить Вот эту группу людей Вот И все И вот они тут Начнут тут выпивать Тут и все И разрушат Вот Ну, как бы Естественно Я ничего умного не сказал Пусти наркоманов Пусти там Убийц каких-то Ну, это естественно То есть ничего умного В этом не было Естественно Мы никакой ролик не сняли Ну, я не помню Как он там отреагировал на это Вот И все Значит А тут вот Когда это все началось Ну, один человек По своей немудрости Там подхватил это Напомнил опять Потому что я якобы На собрании Вот Где-то там Потом, когда было собрание Я вот тоже Вот сказал вот эту же фразу Опять же Скорее всего Когда речь шла Там Чтобы Ну, как бы Нам быть осторожны Чтобы там Не запустить Троенского коня В деревню там Или как-то Вот Именно в этом смысле Вот Опять Может быть От меня была Вот эта фраза И все А ее сейчас Вот уже Запустили Но дело в том Что никто Не удосужился Подумать Что я-то сказал И тогда Когда я Грусидел по правую сторону А я не мог Зла Желать В тот момент Ну, то я и сейчас Не желаю зла Вот Поэтому Эти все Как бы Эти больные фантазии Они абсолютно Ни на чем не основаны И самое главное Вот все Что он говорит Он не может это подтвердить Ну, конкретно Вот А вот Например Что он говорит Я это взял оттуда Вот с этого видео Например Вот такая минута Там Такая секунда Вот он говорит так Или вот мы с ним общались Там свидетель был вот этот И вот он Например Говорит так И имел в виду Вот это вот У него доказательств Вообще ноль То есть вот просто С головы там что-то придумывает Ну еще раз говорю Психически больной человек Вот И Сегодня мы его рассматриваем Как пациента Вот Как пример Пример тому Что как делать не нужно Вот Тем более для нас Для верующих христиан Так Ага Пишет Я бы Посмотрел Как ты Стерпел Если бы Про твою маму Сказали Что она гуляла налево А Это значит Да Это тут вопрос получается Отвечают кому-то Так Сейчас Один секундочку Ага Вот я тут Да Это тут ответили человеку Ну значит Стерпеть-то можно было То есть Тут собственно Как бы даже моя мама Вот она Она в первую очередь Как бы Ну не стерпела Во-первых На каком основании Вот Глупость Он спорол такую глупость Нереально Почему? Потому что вот эта злоба Как сказал Исидор Пелосиот Что злоба отнимает разум Вот И что самое Самое интересное То есть Он считает Что если я например Всего Исидора Не прочитал То я не имею права Говорить какие-то Вот отдельные Вот цитаты Ну потому что Я вот тоже говорил Он такой Вот он на меня говорит В это А сам даже там Его не читал Ну не читал Ну и что И что я там Или например Я всю Библию не прочитал И что я не могу Какой-то стихи из Библии сказать Или я не могу Псалтыр читать Потому что я там Всю Библию не прочитал Это бред Другой вопрос Что человек Не воспринимает это к себе Самое что смешное Во всем этом Одно время Он там составил Такой список Значит Я не знаю Как он называется Но там смысл такой Что если ты С кем-то Как бы Пытаешь потягаться То вот тебе То сначала Ты должен Подумать Вот об этом Двоеточие А как это будет В будущем А сможешь ли ты И так далее И вот он там Целых два листка У него У него это есть В томах каких-то Вот этот список И он с этими двумя листками Вот какое-то время Там все нохался Пытался Даже он там На ролик это записал Но мне интересно А почему он Вот эти вот пункты Так себе-то не применил А в итоге Получилось все наоборот Ну вот Развязал Как бы вот Такую там Травлю Там войну Против меня Вот А с ней не справился Почему? Потому что все это Основано на лжи И лицемерии Понятно Ложь она никакая Вообще не устоит В то время Когда Я спокойно Я не врал Не наговаривал На него ничего То есть Вот у меня люди Спрашивают Например Вот Слушайте Вот вы сейчас Меня спрашиваете А он скажет Он потом скажет Скажет На меня напали опять То есть Там такая дикая Дикий такой страх Просто Тут было как-то До его уезда Я увидел Он идет Я вышел к нему С посохом Посох Которым я Хожу Как бы там Утрами Там Когда Ну печку Такую темно Посох обычно С которым И что он говорит Потом Он значит Молчал А тут приехал К себе Барнаута И там Сразу на первом Собрании Мне смешно Мне так смешно Думаю И это ты якобы Христианин И Я в его жизни Настолько Главным стал То есть Чуть ли Ни одного Видео Где он Чуть-чуть Да не заденет Не называй имени Конечно То есть Эта игра В дураков Мне так очень нравится Что я имени Не называю А потом скажут А с чего ты решил Что это про тебя Вот И Он такой говорит Он Напал на меня С палкой Напал Так если бы я напал На тебя с палкой Ты бы сейчас В реанимации был А ты ходишь Ходишь Языком Своим трепешь Я не знаю Жив-здоров А я к нему Просто подошел И я говорю Это Я говорю Давай поговорим А он идет Такой значит Нет На меня внимания Не обращает Я говорю Давай поговорим Как мужики Ты что Ходишь Ходишь Прячешься Где-то там Я говорю Где-то Че-то там Только Только и можешь Говорить Давай Встретимся Поговорим Выясним Как-то Какие у тебя Вопросы Ко мне есть Но в итоге Он ни слова Не сказал Я даже пытался Так Он идет На встречу Я так Он даже встал Он только меня Чук оттолкнул А там смотрю Это Людмила Ивановна Была Батюшкина жена И Володя Пащенко Когда он там Подходил То есть они видели То есть я его Вообще пальцем не трогал Вот И значит Я ему говорю У тебя Не будет оправдания Не перед кем Тем более Перед Богом Что я от тебя прятался И что я не шел С тобой на контакт Вот То есть Для него Он боится Потому что Сказать нечего Ну что ты скажешь Если ты набрал Он оклеветал Вся жизнь Построена на лжи Вот То есть Большая Маленькая Везде Он вроде Правду говорил И где-то Хорошие вещи Говорил Но И вот Все его дела Вот эти Они все Приправлены Там ложью Вот И соответственно Ну и конец такой То есть Вот мы видим Поэтому Никто ни на кого Не нападал Я просто говорю Вот то что он говорит Там ни одному Слову не верьте То есть Все спокойно Все У меня никакого Зла на него нет Ну то есть Вот ты там напал Или вот ты там В злобе там пребываешь Ну что такое для меня Понятие злоба Злоба это когда Вот я думаю о нем И чтобы сделать Какое-то зло Там Ну я не знаю Что там Вот ну что угодно Там вот что-то сделать Проколоть колесо Там Не знаю Что-то сжечь Потравить Что-то там Сломать Там Разбить Вообще Боже упусти Вообще Такого нет Но я понимаю Что вот Вот то состояние В котором он находится Это ненормальное состояние То есть нужно Нужно Нормально общаться И как бы Да с кем не бывает Ну там Он дожил Да там Грубо сказать Лоханулся Там просто Оклеветал меня Ну вот Сказал бы там Слушай Не знаю Что на меня нашло Там Ну вот Сморозил ерунду Там Потому что Очень интересный момент Когда он По березкам Меня клеветал Меня исключили Из общины Потом они И Я Как бы Ну как я был Честным приверженцем Так скажем Устава Все Вот Значит там В уставе написано Что нельзя жаловаться Властям Внешним Все Вот меня Сегодня исключили Все Завтра я поехал И там Прокуратура Написала заявление На клевету А почему Ну потому что Он всегда так делал То есть он это посерял Он говорит наоборот Не нужно быть тряпкой Там это все В его томах написано Вот И здесь как бы Ничего такого нету То есть он должен был Ответить за свой язык Значит за то Что он говорит Но самое смешное Что он потом говорит А я что еще должен Отвечать за свои слова То есть И это говорит Якобы христианин Вот Христианин вдвойне Отвечает за свои слова Перед Богом И перед людьми тоже Потому что он живет Здесь на этой земле И приходится отвечать Вот Но человек не пуганный И ни разу видать Не получавший И поэтому Ну как-то вот Как-то проканывало В общем Как-то ему никто Не доставалось ему По всей видимости Поэтому он всегда Нес чушь Прям Не боясь Вот И все То есть Значит Потом когда приехали Милиционеры с проверкой Вот И когда Они брали объяснение у него Почему он так сказал И он там Значит Ну С его слов Он не подписывал Подписал его брат Батюшка Значит Что у меня С племянником То есть со мной Были плохие отношения Мне так смешно И что Из-за того Что у тебя были плохие отношения То есть Это дает тебе право Клеветать там Врать там Придумывать что-то Нет конечно Это абсолютно не дает право Я говорю Вот смотришь на безбожников То есть Они тоже Ну как Мы же люди все Бывает что-то ссорятся Бывает Морду другу набьют Вот А потом завтра Чип помирились Все нормально Все Дальше общаются Нет Вот А здесь нет Здесь Мы христиане Буду ходить Молчать Дуться там Ты что Не дай бог Там А почему Потому что Я же Там Я же уникальный Чем он То есть И все И поэтому я буду ходить Вот такой Ну Чеш Продолжайте Вот Значит Смотря Смотря Ролики На их собраниях Дубунов И Гладыщук Часто Лыбу давят Как пишут Многие Их комментаторы Подхикивают Самые Рожденные В кавычках И хидная Женщина Гладыщук Пишут у них А почему Такое Поведение Ну вы знаете Опять же Ссылаюсь На Еще раз говорю Статью Степаненко И в принципе Я этот Сам даже Увидел В Библии Написано Значит Птицы Птицы Слетаются Подобным Себе Это в Библии Написано Ну это Или подобное Подобному Вот Потому что В этом Там все Как бы на лицемерии Построено Вот Если даже Не все То Отчасти Что-то построено То есть Оно портит Все то хорошее Что как бы Есть Вот Поэтому Не знаю Когда я однажды Спросил у моего Брата У младшего Я говорю А что-то мы Разговаривали Тоже И как раз Сколько-то лет назад Вот эта тема Типа Ты рожденный Не рожденный И что-то речь Зашла За того же Дубунова И Пупкова Он говорит Я вообще их не считаю Они никогда не были Там рождены Ну или как-то там Они вообще не рождены Ну то есть Вот Там у них Как бы смысл Такой Самый Главный Себя Вот Как сказать Что-то Я рожденный То есть Как у сигнантов Я уверовал Я спасен Все Вот А на самом деле Что такое Люди Люди То есть Это Это не те чувства Что там Как там Вот у них там Один А мне Этот Дух Святой Мне сказал Идти снимать Там куда-то В клуб какой-то ночной Или куда-то Мы ему потом Камеру разбили Смешно Просто смешно Они сами Себя этим позорят И вопрос Это взяли от своего наставника Вот Они же не просто так Вот он придумал С головы То есть Они видят Его Видят Вот его программу Которую он Как бы В людей Как бы Программирует И вот они Значит Выдают это так же А Вот он Ага Тут пишет Такого не было Значит И ты Сказал Что Алексея В роддоме Перепутали Короче Вот Он там Наговорил Много лишнего Да Дело в том Что Откуда Это вообще Звелось Ну Было Там Что-то Что-то Какая-то Медсестра Когда я родился Сказала Ой Что-то он На вас Не похож Или что-то Там Вот Но она Не видела Например Моих Дядек Маленьких По отцовской Линии А мама Говорит А как раз Ты В детстве Похож На вот этого Дядька На вот этого И все И вот этот Разговор Понесся А тем более У меня отец Пять лет В море плавал Вот Ну Ладно Те люди Неверующие Вот А ты-то зачем Дело в том Что Вот там Был такой Период У нас Да Когда он Выпускал Эти ролики А потом Даже Вот этот ролик Такой Ну Короче Плохой ролик Где он Опять Оклеветал Маму Он его Значит Со своего Канала Там Закрыл Удалил Или закрыл Вот Он у него Открыто стоял А потом Раз Он у него Взял И закрыл Потому что Ну Наговорился Круду Зачем Чтобы Как-то Ущипнуть Родителей Потому что Ну Особо Там Щипать Было Не за что И вот Этот Бога Избранный В кавычках Сидит И говорит У меня Еще Там Грешок Припрятан На полке Типа Я Могу Рассказать Его Вопрос Зачем Чего Ты Делаешь Ну Ладно Пишет Алексей Привет Привет Вот И ты Клеветники Лжец На весь мир Оскорбил Твоих Родителей Интересно И ты Подобное Сказал Мусульманам Мусульманам Нет Потому что Как сказал Мой брат Он Мусульман Видел Только Как Турист Из Туристического Автобуса Он И по Настоящему Не знает С кем То С женой И мама Мы Ночевали И все Понимаешь И все И вот Он Такой Про Не хлепит А ему Просто Как Еще Есть На Виде Брат Сказал Голову Тебе Развернули Назад За Такой И все А Мы Христиане Понимаешь И мы Его Пальцем Не трогаем Потому что Наша Мама 40 лет Рисовала Ему Мне 40 лет Не 40 Ли Пускай 35 Пока Он Сам Не Обгадил Так Скажем И Теперь У многих Даже Родственников Глаза Открылись Но Самое Что Интересное Родственники Говорят Он Не Был Таким Раньше Да Он Был Грум Еще Что Но Так Мы Сейчас Не Про Это Говорим Кто Говорит Ой Как будто Ты Безгрешен Так Мы Сейчас Не Про Это Говорим Мы Сейчас Не Открываем Его Какие Личные Грехи Они Мне Не Нужны Зачем У Меня Своих Полно Мы Сейчас Говорим Только О том Что Он Выносит На Весь Мир А Если Дед Видите Как Грехи Отличаются То есть Одно Дело Ты У себя В комнате Как Ты Грешишь И Ты Никому Не Нужен Вот Если Уже Такой Старческий Моразум Какой Потому Что Он До Сих пор Не Может Определиться В одном Ролике Он Говорит Что Якобы За Меня Молитва Не Идет Теперь Он Говорит Что Ой Да Я Молюсь За Него Что Господи Благослови Там Его Так Ты Уже Определись Идет Молитва Или Не Идет Он За Свои Слав Вообще Не Отвечает Там Такая Каша В Голове И Если Ты Реально Болен То Не Позорь Себя Зачем Ты Выходишь Вообще В Интернет Сиди Занимайся Там Дома Чем Нибудь Позорище Просто Человек Не Может Определиться Молиться Не Молиться А Мой В 80 Лишним Лет Прожил Он Не Знает До сих пор Что Такое Хулана Духа Святого Кстати Что Такое Хулана Духа Святого Я Тоже В Описании Приклеплю Ролик Ролик 14 Минут Наш Старобрядческое Священник Отец Евгений Он Четко Раскладывает По Святым Отцам Вкратце Скажу Хулана Духа Святого Это Только Два Момента Первый Людей Сцеляешь Силой Князя Бесовского И Второй Момент Простыми Словами Скажу Если Разбирать Немножко Посложнее Когда Человек Оправдывает Свой Грех Вот Все И Вот Это Тоже Есть Хулана Духа Святого Вот И Как раз Под Богохульник Подходит Мой Дядя Мой Дядя Его Окружение Почему Потому Что Оправдывает Свои Какие Грехи И Мне Интересно Его Брат Батюшка Он Как-то Частенько Повторял Говорит Ну Вы Можете Его Обличать Там Все Но Он Говорит Вы Только Духовно Его Не Трогайте А Я Тут Как-то Спросил А Вы Когда Так Говорите Что Вы Имеете Ввиду Духовно Его Не Берите Он Говорит Я И И Вот Он Не Объяснил Ну Это Как Я Типа Богу Обращает Там Или Как Приводишь Типа Это Все Берунда Ну Во-первых Я Такого Нигде Не Говорю А во-вторых Если Я Говорю Про Это Так Я Говорю Что Это Не Он Обращает В Библии Написано Сеющий Поливающий Есть Ничто Вот То И В Евангелии От Луки Господь Говорит Значит Говорит Как Он Кому Это Говорил Что Говорит Если Или Притчи Рассказывал Про Рабов Что Говорит Когда Спросит А ты Скажи Что Я Раб Ничего Нестоящий И что Делаю То Что Должно Делать То Что Я Ничего Такого Супер Не Сделал Я Вот Это Должен Делать Вот И Поэтому И Апостол Павел Говорит То Что Я Проповедую Какая Заслуга Я И так Раз Раз Я Вызлался Быть Проповедником И горе Мне Если Я Не Проповедую Ну И Все А В чем Тут Такое Что Там Понимаешь А Они Вот Конкретно Он Возомнил Себя Кем Ты Не Поймешь И Я Что Делаю Такое Я Десять Чек Привел Семнадцать В этом Году У нас Семнадцать Было Человек Зачем Ты Это Говоришь Все Что Ты Говоришь В открытую Вот Только Ты Сказал Сразу Сразу Награда С неба Ушла Это Написано В Библии Сам Христос Говорил Вы Делаете Все На показ И Вы Получаете Уже Награду Здесь На земле Все Ты Свою Награду Уже Получил От Кого От Таких Хвалебных Дифирамб От Людей Он Так Любит Лезть Мама Дорогая Если Вы Знали Как Он Ее Любит Как В Басне Лев Говорит Пьяных Не Любил Сам В Рот Не Брал Но Обожал Подхалимаш Это Басня Про Льва И Зайца Зайца Вахмелю Называется Я Помню Как Одна Женщина Приезжала Марина Ее Звали В Деревню У Него Работала И Мы Стоим Разговариваем Она Пошла К Нашей Соседке Она Так Подходит И К Нему Чуть Лени Как Причастие Как Руки Делала Непонятно И Игнатий Тихонович Можно Я Схожу К Такой Поклон Он Так Стоит Ну Давай Боже Мой Это Просто Такая Картина Была Мне Так Смешно Думаю А Потом Смешно Это Дальше Потом Вот Эта Женщина Адепт Который Я их Называю Аллилуйщики Которые Аллилуйя Там Все Ага Уже Там Зимой Все Она Значит Там С помощью Кого-то Или как-то Выпускает Ролик Где Она Читает Значит По Бумажке Мало Того Что Ей Написал Бумажку Мужчина Она Даже Не Просклоняла Это Что Ну В мужском Роде Там Как будто Так Это Я Лично Составил Это Письмо Ну Как-то Так Например И Лапкину Игнать Тихонычу Анафема Анафема Нам Так Было Смешно То есть Летом Такие Дефирамбы Зимой Уже Анафема И Самое Что Смешное С его Адептами Примерно Так И Происходит Это Происходит Особенно С теми Которые Там Ой Это Такой Человек Это Там Помню Когда В первые Годы Когда Я Переехал Приехала Одна Американка Лида По Имени По Вослюбила Ана Сорок Лет Смотрела Его За Экраном Психологически Сильная Женщина Там Муж От нее Ушел Что Там Короче Они Переехали В Америку Что Там В 90 Или Когда И Значит Она Одна Женщина Поднимала Двое Детей Двое Пацанов Работала На Двух Трех Работах Руки Такие Рабочие Все И Самое Что Смешное Вот Она Приехала Такая Ну Они Все Думают За Экраном Что Ой Там Такой Человек Приехала Во первых Там Дома Ну Там Или Грязно Она Говорит Столько Этой Грязи Телегами Вывозила Там Ну Там Мыши Там Все Они Ну Короче Ужасно У них Как в сарае Вот Ладно Вроде Порядок Навела А Поскольку Она Психологически Сильная Женщина Она Потом Стала Значит Вопросы Задавать Или Как-то Быть С чем-то Несогласным Какими-то С конкретными Вещами Значит У них Пошло Разногласие Такое И Она Говорит Вот Говорит Бывает Он Даже Поест Она Готовила Он Даже Встанет Даже Спаси Христос Не скажет И Не Переходите Из Дома В Дом То есть Какое Отношение Вот Это Случай Имел К Этому То есть Дядя Любит Очень Подгонять Моменты Какие-то Абсолютно Неподходящие Абсолютно Не по Этой Теме Вообще И Не знающий Человек Такой Ой Правда Ну Надо Раз Он Так Сказал Значит Так Потому Что Например Текст Из Библии Он Настоящий Говорит Делай Значит Так Как Он Говорит Ну И Значит Все Так Она Все Решила Вещи Собрала От Него А Пошла К Моим Родителям А До Этого Они Где-то Встретились Или Чего-то Вот Они Устала Там Да Приходи К нам И Все Доживешь Сколько Тебе День Два Осталось И Когда Она Ходила Она Говорит А Давайте Игнать Снимем Говорит Это Ролик Из Шествия Из Египта Из Египетского Рабства Вот Так Он Так Нет Не Будем Снимать Вот И Все И Она Ушла Потом И Потом Она Уехала Значит И И Написала Ему Письмо Там Где-то В Ватсапе А В Скайпе Видать Небольшое Сообщение Такое Значит А Я Еще Тогда Был Ходж В Его Дом И Я Накинулась Как Понесла Там В Это А Я Вспоминаю А Там Ничего Там Текст Она Написала Вы Своими Сапогами Растоптали Мою Любовь К вам Я 40 лет Вас Любила И Оставайтесь Со своими Шавками Женщины Пошли Эмоции Не матерки Ничего Оставайтесь Со своими Это В принципе Тут даже Ничего Обидного Так и Есть Шавки Шестерки Не знаю Как их Называют И Люди Себя Так Ведут Возле Него Они Так И Смотрятся И Все А он Потом Выступал Когда Она Как Понесла Как Давай А мне Что Она Понесла Но Я Читал Это Ничего Так Дальше Значит Редиска У вас Растет Консервации На зиму Хватит Ну Редиска Нет В этом году Мы Что-то Не выращивали Консервации Слава Богу Да Несмотря На то Что Даже Супруга Была Занято Ну Как Ребенок Родился Все Рано Пока Он Маленький Большая Занятость Все Рано С Божьей Помощью Заготовили Где-то Что-то С кем-то В кооперации Где-то Кто-то Ну Короче Нормально Все Алексей Как Ты Считаешь Игнатий Бизнесмен Или Нет Я Считаю Да Он Бизнесмен Вот Они Со Своим Братом Они Два Бизнесмена Почему Потому Христос Сказал Даром Получите Даром Даром Получили Даром Давайте Речь Шла О Духе Святом Но И Этот Момент Можно Применить И Здесь Так Же Ты Даром Получил Ты Даром Раздавать Но Нет То есть Он Даром Получил И Эти книги Продает И Зарабатывает Деньги Это Один Момент Он Меня Называет Барыгой Или Кем-то Барыга Это Например Для себя Как Хотите Если Человека Психологически Унизить Победить Он На меня Постоянно Говорит Что Я Использую Технологию Чтобы Хочешь Человека Как-то Сильнее Унизить Обличай Его В своих Грехах И Он Не Может Доказать При этом Ничего Каких Грехах Своих В клевете Лжи Да Нет Где Ну Покажи Примерно Где Я Я Даю Этому Объяснение Объяснение Это То есть Там Много Было Как-бы Моментов Один Из Моментов Вот Это Знаменитая История Этим Летом С Воровством Этих Туалетов История Если Бо Ты Был Верующий А Христос Говорит Если У тебя Отобрали Рубашку Одну Отдай И Вторую Вот То есть Ты Что Не читал Этот Момент Ты Не считая Что Тебя Якобы Кинули Он Сопли Слезы Распустил Есть Короткое Видео Дом Отжали Почему Ты Нигде Не говоришь Что Ты Лоханулся Сам Ты Не Оформлял Дом У тебя Все Как Попало В Жизни Это Нормальный Итог Того Что Ты Все Безобразно Делаешь И Самое Что Интересно С Духовной Стороны Посмотреть Уже Вторая Баба Его Напрокидывает Как Б Первый Раз Значит Людмила Ивановна Позвонила По Березкам Второй Раз Сейчас Дом И он Только Говорит В этом Видео Как Дом Отжали Или Как Во-первых Такое Выражение Отжали Они Как Они Совсем Не Вер Нет Они Не Верят Совсем Что Такое Или Не Вер Но Дело В Том Что Он Поскольку Он Лицемер Лукав Он Не Договаривает Что Не Верят В Меня Вот А Почему Потому Что В Бога Я Верю Был Один Такой Момент Рассказывает Мама Сестра Рассказывает Что Как Он На Свою Мать Типа Да Ты Там Вообще В Бога Не Верующая Там Что То Случилось А Мама Моя Бабушка Мария Егора Такая Спокойно Нет Я В В В Я Верую Говорит А Причем Здесь Ты В Бога Я Верую А Причем Здесь Ты Вот Так же Здесь Он На Нас Типа Да Не Совсем Не Верующий Не Верующий В Кого В Тебя Да В Тебя Я Вообще Не Верю Ну Верю По Своей Глупости Господь Глаза Открыл Что Ты Вообще Никто Просто Ты Себя Науходоносор Он Тоже В Какой То Степени Богом Избранный Для Того Чтобы Совершить Суд Над Израилем Или Там Какой То Другой Царь Другой Человек Даже В Этом Случа Тоже Человек Бога Избранный Именно На Какое То Зло Потому Что Бог Так Сдел Бог Так Попустил И Поэтому Нет Конечно Не Верю После Того Что Сдел Еще Какие Я Уже Начинаю Его Словами Ну Че Ты Сидишь Записывай Там В Коране Например Там 2565 Запятых Че Сидишь Записывай Это Такая Важная Информация Вот Опять Ссылаясь На Максима Степаненко На Его Статью Что Он Овладеет Такой Ненужной Информацией Зачем Она Что Она Мне Дает На Мое Спасение Как Вот Эти Запятые Столько Там Этих Точек Или Столько Предлогов Как Это Может Влиять На Спасение Зачем Мне Эта Информация Он У него Бог Дал Хорошую Память Это Неоспоримый Факт И Он Этой Информацией Забивает Пустоту Он Себя Ничем Больше Не Развивает По Словам Максима Степаненко Ну Это Просто Максим Степаненко Написал Я Этому Нахожу Подтверждение Мало А смотрит Для того Чтобы Говорит Ну Потом Людям Как бы Знать Чего Отвечать А мне Так смешно Думаю Стало Думаю Да Думаю Кто же Из святых Интересно Смотрел Фильмы Или Газетки Какие Читал Для того Чтобы Уметь Людям Отвечать Потом Вот Такой Бред Короче Несут Люди Иногда Ну Бывает Так Дальше Значит Сейчас Читаем Дальше Читаем Дальше Алексей Если бы Не родители твои И поддержка родных Иных христиан То и ты Сожрал бы тебя Как дело всегда Прежде с другими Бог с тобой Да Естественно Естественно Я же Помните То есть Все это на видео стоит И я сказал Говорю Что Я говорю Вы хотели Там что-то со мной сделать Но я говорю Со мной Бог То есть А что вы со мной И мне нравится Когда сам Дядюшка мой Говорит Я ничего с ним сделать не могу А что ты со мной можешь сделать Если я поступаю Все по правде Стараюсь поступать А ты Лжец Лжец и лицемер Кончина твоя такая И все твои дела Такие Они не устоят А вот момент Который я с мысли сбился Пытался Прийти к мысли По поводу того Что он неверующий Он говорит Что я Разрушитель Я Сказал Что я разрушу деревню И там поставлена задача Разрушить интернет-сообщество Во-первых Что такое интернет-сообщество Хоть кто-то Подскажите Хоть ты сам подскажи Мне пожалуйста А как ее разрушить Что такое Как ее потрогать Где это Что это такое вообще А знаете почему он так говорит Потому что Некоторые люди То ли стали Просветляться Что-то осознавать Что-то То ли что Стали уходить Видать Я так Ну просто Наверное догадываюсь А человек Он не способен Вот этот Там провести Какой-то психоанализ Там интересно А он мне сам сказал Что у него Он не понимает Причина-следственную связь Вот И поэтому Соответственно Он что-то гонит А потом получается Следствие И он такой А что такое Как Почему я говорю Что он безбожник Вот в этом деле В том Что он услышал Что Я когда-то сказал Что я знаю Как разрушить деревню Хотя еще раз говорю Это к другому относилось Я объяснил Что означало Эта фраза Потому что Если бы он верил В Бога Если Если он Делает дело Божие Он бы знал Как я могу Разрушить дело Божие Как Кто знает Как разрушить дело Божие Ну Там не знает Покажите мне примеры Где в Библии Божье дело разрушалось Без Божьего попущения Если Бог Попустил уже Что вот Опять же Почему Потому что те люди Как бы Как бы Прикрываясь делом Божиим Творили уже Уже не Божье дело Соответственно У них там Ну естественно Все развалится Как можно разрушить Дело Божие Никак Вот Поэтому Вот будь я на его месте Зачем я буду это говорить Если я делаю дело Божие Да я вообще не боюсь И как бы Это не моя проблема Это проблема Бога То есть И Бог знает Что если я делаю Он наоборот Не помогает А тут Человек озвучивает Он боится Почему Потому что Видать То ли Где-то Может быть Чуть-чуть Совести Есть То ли Там Какое-то Просветление Иногда То ли То ли То ли Делает Знает Что он Лжец Клеветник Там Лицемер Все-таки И боится Что вот Ну Как бы У него и так Уже все Все у них уже Затрещало Все Зашаталось Уже стало разваливаться Но это видно Он сам говорит То есть Видно там На их Этих Типа собраниях Сколько там народу Сколько человек Восемь Десять там сидит Все правильно Кто-то разъехался А мне интересно Знаете Такой Момент Такой Вот то что Люди Например Там переехали Из общины Понятное дело Что Как это говорят Человек ищет Где лучше Либо где глубже Но мне один человек Я по-моему Не знаю Я упоминал Это нет В прошлой трансляции Один бывший Значит Из их общины Говорит А я знаешь Что задумался Ведь говорит Уехали люди Которые стояли У истоков Вот И как говорит Можно уехать От святости Вот представляете Что например За место него Живет там Николычу отворец Или там Не знаю Спиридон Тримефунский Это там апостол какой-то Да ты будешь С ним жить Понимаешь От человека Настолько Вот будет От этой благодатики Что наоборот Люди Наоборот Будут прилепляться И будет больше Больше А тут Так как бы Спокойно Там собрался Уехал Ну может быть Неспокойно Типа там Да там Лучше там Погода лучше Или там Мне там Работу предложили Ну я не уверен Я говорю Что если бы Был бы такой Святой человек Какой-то И люди бы Вот так вот Ну Куда-то переезжали То есть Вот и все А тут получается Ничего этого нет Вот И поэтому он Был бы верующий Он бы так не говорил Там Разрушить хотят Там Одному Священнику Знакомому Достаточно Авторитетному Ну какие-то Недоброжелатели Сказали Говорит Знаешь что Мы говорит Пошатнем Твой авторитет Он такой Вы мой авторитет Шатайте И что вы думаете У них что-то получилось Нет конечно Как можно авторитет Человека пошатнуть Там Тем более Ну там Безупречно Или там Ну какие-то есть Может быть упреки Но они такие Там Ну как бы Да У всех какие-то минусы Это может быть Личные минусы Личного характера Не минусы Вот его Всеобщей работы Поэтому Ну вот Так же Короче Здесь Так Да Слава Богу Бог был со мной Меня поддержали Родственники Меня поддержали Знакомые Даже люди Которые Например Знакомые Там Вот этих двух Братьев Моих дядей Даже они Мне там Позвонили Там Есть даже И священников Которые Особенно Когда меня исключили Такие О мы за тебя Мы тебя благословляем Говорит Ну ничего Говорит Все нормально Говорит Даже нет Не бери в голову Там Нет Все короче То есть Поэтому Ну Все Слава Богу Алексей Расскажите Как отец Поживает На всех Видео В том числе На канале У Лапкина Он вызывает Наибольшее Уважение Любовь Мир Дома Спокойствие Здоровья Ну Как отец Согласно Возраста Вот Тут вот После ковида Всех Конечно Это подкосило Очень сильно Вот Тем более Мой отец Машинист Электровоза И А там Вот эти Электромагнитные Волны Все это Как бы На сердце Вот И вот Ну Короче Сердцем Там Нет Как бы Не очень хорошо Да Он профессиональный Уже Такое Кто-то Тут спрашивает За ручку С ИТ Пусть он Расскажет Почему его Зашкварник Поднимали На ползунова 6 Свидетели Были Наверное Было за что ИТ принял ИТ принял Зашкварник По делу Видать было Ну Слово Зашкварник Кто не понимает То есть Это Да Там был такой момент Значит Когда Вот эта девушка С которой он Ходил Значит За ручку Она Вышла Замуж Там Ну Даже Видео Есть Или фотки Там У них Я не помню Это было Давно Вот А он Еще Что-то Все Там Что-то Там Я не знаю То ли В день Свадьбы То ли Не в день Свадьбы Я точно Не могу Сказать Но Было Такое Что Значит В доме Жених Вот этой Девушки Он Такой Достаточно Мощный Был Он Взял За грудки Поднял Там Свидетели Были Даже Их Немного Вот И там Ну Типа Еще раз Ты будешь К ней Что-то В это Да Было Такое Ну Это Очень Смешно Конечно Я не знаю Как Чем Человек Думал Самое Что Вот Еще Такой Интересный Момент Значит Мне Нравятся Некоторые Стихи Моего Дяди Особенно Раннего Периода Когда У него Не было Камеры Вот Это Все Обеснование И Это Безумие Все По словам Степаненко Максима В его Статье И Опять же Я говорю Я этому Нахожу Подтверждение То есть Из своей Личной Жизни Началось Именно В тот Момент Когда Значит У него Появилась Камера И когда Они стали Выкладывать В ютуб Вот эти Ролики Вот И Короче У него Есть стихи Такие Мне нравятся Складные Стихи Там Все И Он Говорит Со Златоустом Путь Житейный Пройден С той Стороны На все Гляжу Дело В том Что Он Начитывал Там Эти Тома Златоуста Да Вот Но Как Ты Человек Который Начитывал Тома Златоуста Записывал Их Там На Пленки Вот Как Ты Не Читал У Златоуста Есть Две Проповеди О том Не знаю Как Сейчас Точно Называется Но Смысл Такой О том Что Мужчине Жена Та Которая Законная Жена Она Жила Где-то В другом Доме А он Жил Вот В этом Доме И вот После Вот Этого Со Златоустом Путь Житейный Какой Ты Ты Просто Слушателем Был Или Ты Чисто Кому Тебя Это Не Касалось Лицемер Это Икона Лицемерия И Как Степаненко Говорит Что Он Оставит О себе След Его Будут В семинариях Изучать Как Этот Вид Или Как Явление Фарисейства Короче Лицемерия Ну вот Пожалуй Пожалуй Так и будет Так Да Тут пишут Что такое за шквальник Ну тут за грудки А кто-то пишет Давайте ссылку на видео Такого видео нет Да Это просто Есть свидетель Ну понятно Кто это будет снимать Это Во-первых Резко все случилось Там В комнате Это было без видео Но свидетели были Расскажите подробнее Пожалуйста Мать И.Т. обличала сына А он отвечал ей порой И так За ласточку его молодую Ну да Он Однажды Он своим там Сестрам говорит Да что вы Слушаете На свою мать Говорит Да что вы слушаете Эту старуху Выжившую из ума Вот А свидетели Это этого Они до сих пор живы То есть И помнят все это Ну вот Это к вопросу Там Почитание родителей Там Старуха Выжившая из ума Как так Непонятно Вообще за что Почему так Так У меня очень сильно Сейчас Ага Вот Снега много У вас зимой Горку делать Планируется Планируется Ну слушайте Снега Бывает по разному Однажды было Столько снега Вот несколько лет назад Что Я там даже Такой типа Триллер Выпустил на фильм Ну как будто бы Там можно было Фильм снять Но там Как бы все это надо было Мы просто хотели Показать именно Вот этот объем Снега Там прям Такие горы Делали горки Не знаю Может быть посмотрим Видите Молодежи нету В деревне Все дошло до того Что я то приехал Десять лет А отцы основатели Основали уже Деревню тридцать лет И они этим руководили Вот Получается без меня Двадцать лет И со мной еще десять И получается я разрушитель Вот ни молодежи Ничего нету Ну вот Так получилось Они двадцать лет Там что-то делали А я разрушитель В какой момент ТТ начал гнать На вашего отца И вашу семью Смотрел ролики Иной раз Все было мирно Лет десять назад Ну да Там как бы Вот кто-то говорит Что Пока я не приехал Было все нормально На самом деле нет Просто Никто не говорит Что в тот момент Не было камеры Когда вот основывалась деревня Камеры тогда не было Были всякие передряги Еще похлеще Чем И на самом деле Если вот кто-то бы снимал Это все там Ну с какой-то там Не знаю Не обязательно со скрытой камерой Просто бы Там столько было всего Ой-ой-ой Вот представляете Там момент например Такой Там дядя мой Там душит Там жену брата Там сидит на ней Душит Та его за бороду Там И они там вот катаются Там как-то вот Ну наверное как-то это так было То есть На видео нету Там свидетели рассказывают Потом приехала милиция Там значит Вот все это Ну вот Было такое Да Так Раньше было так более Понятно Когда вот все только начиналось Там свои как бы Были моменты Но Может быть не так вот Сильно Все это началось Еще раз говорю И я вот абсолютно С этим согласен Когда появилась камера Вот Почему ИТ И его адепты Не любят Когда его грех выносят А сам всю жизнь С наслаждением Выносит И выносил Чужие грехи Пример в роликах Его канала Вспоминать Грех Бывшего жителя Их деревни Ну да Вот кстати К вопросу Да Ой как люто И там говорят Зачем вы поднимаете Там старое белье Мне смешно Вопрос туда А он зачем это трясет Даже если человек Какой то там Согрешил Там как то Десять раз покаялся Вот И если вот он скажет А вы зачем про меня Я вот тоже там Ну с этой ходил за руку Там в любовь играли Там непонятно чем занимались Там я тоже покаялся Ну слава богу Покаялся Я как бы Я тебя не осуждаю Я там просто Как бы привожу факт Вот То что да Ну было такое И все Значит вот Поэтому Да его адепты Очень любят Вот зачем вы там Ну что зачем А он постоянно это выносит Задайте вопрос туда Зачем он выносит Не надо это выносить Тем более Человек покаялся О тут Пишет даже Дональд Трамп пишет Ничего себе Когда в семье возникает праведник То сразу же там Появляются мученики Да это правда Значит Следующий Крестным ходом ходили А почему вокруг Скворечника и Т Не обошли Со слов НВ Наверное Надежда Васильевна Там тоже было интересно Фактически не тронут А душевно А душевно Да Ну вот Собственно я тут Наверное уже рассказал Да Там человек Там было Но дело такое Там с крестным ходом ходили А почему с этим не ходили Ну вот видишь Как бы это Я потом в конце расскажу На прощание Значит анекдоты интересные Про моего дядю Вот наверное там Все станет понятно В деревне В деревне жить Само то Город для прелестей Ну как бы Оно Как сказать Я не осуждаю тех Кто живет в городе Вот Но Я себя нашел Исключительно в деревне Вот как бы Мне там нравится В город Мне вообще не охота Есть какие-то моменты Которые хочется там Немножко улучшить Вот Как кажется Да Но вот Хочу там оставаться На последнем собрании ИТ рассказывает О детях Бывших членов общины Откуда У тех детей Модель Обдирания Других На деньги Учились в общине Ведь Они там Все правильно учили Все правильно учили Столько Высокомудрых А Что там Кто-то Кого-то обдирает Но Собственно Слушайте Есть видео Где мой дядюшка Там пытается Квартиры отжать Там вот У бабушек Там у всяких То есть Мне вопрос Зачем все это выставлять Ну это у любой человек То есть Это не просто Вот я там сижу Там якобы Я там злюсь Там Любой человек посмотрит Скажет Ну реально То есть Ничего себе Скажет Как будто у бабушки Там сидит Прям пытается Внаглую Прямо отжать Там К квартиру Все Это все было Это всегда так было Там не знаю По крайней мере Это то что только Можно посмотреть на видео Я уже рассказывал На прошлой трансляции Например Младшая сестра Жила у моего дяди Он там забирал У нее зарплату Та зарплата получила Чик из кошелька Там все Или как-то Типа мне там На какие-то там дела Куда-то там На пленке Печатать Ну во-первых Как-то Короче вообще даже В голове не укладывается Как можно было Ити под это По-божески Ну Написано Доброход Надоющего А ты тут отбираешь Кто ты Кого из животных В хозяйстве держите Кого планируете завести Слушайте Вот сначала Когда переехали Было интересно Держали кроликов Держали Индоуток Держали Кур Кошек Собак Там породиста Собака У меня была Маламут Держали даже Астралийских Страусов Эму Коз Держали Улитки Вообще самое первое наше хозяйство Это были улитки Охотины У меня была такая идея Что С помощью Их Вот Кур когда держишь Нужен кальций Ну и Вот у них панцирь Думаю Вот Они там рождаются Миллионами Вот буду их кормить Как бы там Белок вот этот Все и классно Ну а когда ты стал Заниматься То самый прикол То в том Что Для того чтобы вырос Вот этот панцирь Ей нужен кальций То есть Там эти шелуха От яичек Смешно Круговорот такой Слушайте Но Получил интересный опыт Было так интересно Вообще смотреть на ними Вот как они Там Как они движутся Так на руку поставишь Она так идиот Так Ну Как они размножаются Вот эти Яйца откладывают Тоже вот Ну настолько вот Прям не знаю Короче Получили очень интересный опыт Но это было первое наше хозяйство Которое я завел еще в квартире Перед переездом И мы с ними переехали в деревню Потом Когда мы все подержали Время идет У тебя стройка Вот тоже Как один из тезисов Че сидишь записывай Значит Один из тезисов Что Когда у тебя стройка Лучше всего Заниматься Проверенными Моделями Проверенная модель Модель была в деревне То есть Это свиньи Это коровы Это куры Отчасти бараны Ну и там Наверное И все Не знаю Может быть Гуси Утки Какие-то Теми же кроликами Я когда переезжал Я спрашивал У брата Еще у кого-то ходил Сколько ты тратишь На корову Сколько она дает Примерно Сколько из ее молока Посепарируешь Когда перерабатываешь Получаешь сливок Творога Масло Потом сколько Все Цены какие И вот я все Все это посчитал Посчитал А значит Коз Коз там никто не держал Ну так серьезно Там Людмила Ивановна держала Там так Коз посчитал Посчитал коров Посчитал свиней Баранов посчитал По-моему Да не помню Кур по-моему Тоже считал Короче У меня самая Теоретическая Выкладка Самая Положительная Такая Интересная Получилась у кроликов Вот Самая зарабатывающая Но дело в том Что это было в теории И когда я начал заниматься Мне просто самому не понравилось Мелкие животные Они то там сопливят То там еще там что-то Хотя я там даже уколы Ставил все Они были у меня породистые Это Какая порода-то Калифорнийцы Калифорнийцы Вот Хорошая порода такая И еще один из тезисов Когда у тебя стройка Ну я уже Я уже это сказал Да Что не нужно заводить Какие-то Эксклюзивные Модели Вот конкретно Про страусов Возможно Как говорится В нормальное мирное время Когда у тебя уже Все там построено Когда ты вот уже конкретно Вектор внимания Вот только сюда Возможно это выгодно Потому что Например Если никто не занимался Крокодилами То как можно сказать Выгодно это Не выгодно То есть Ну ты там Посчитал у тебя Плюс-минус Ты там где-то Что-то как-то слышал Вроде выгодно Ну то есть Надо вот этим Позаниматься Опять же Когда у тебя вот Все прям Все ровно Все на мази И там Чтобы это не единственное Было у тебя Вот А самое проверенное Например Это вот там Куры Вот куры-бройлеры Люди просят Круглосуточно Зимой и летом Всегда Свинина Мы русские Тоже всегда свинина Это так же Как например 70 или 80 процентов В Казахстане Людей Съедают за зиму Коня Конину Вот То есть покупают коня Вот В мясе Вот То есть Вот человек Который живет там Мне вот это Говорит У них там Вот это Делают колбаса Это Очень известные Козы Из конины Не пробовал ни разу Ну какая-то Очень вкусная Вот И Там бараны Так же Но бараны Вот так же Как здесь Да вроде баранина Но Все равно там Свинина лучше Баранина Она уже так Наполовину Как бы Эсклюзивчик Такой вот Поэтому Там определенные Сложности есть И все А мы вот Занялись И тем и всем И все Короче Поперепробовали На своей шкуре И все И потом Все сократили Для того Что оставили себе Коз Потому что Это молочка Для нас Куры Бройлер Например на лето И куры просто Вот Куры просто Вот Они себя вообще Прям Отбивают Там Ну Зависимо Сколько там Вот По крайней мере Вот результат По вот этому году Вот Отбивают Зарабатывают Дело в том Что вот Как сказал Стерлигов Герман Что мы Крестьяне Мы продаем Излишки Вот И вот Оно в жизни Так и получается У меня семья Мы едим Но у меня Еще остаются Излишки Вот И я же Их не просто Выливаю А я раз Творог сделал Аганчик Сложил Мы же не можем Съедать все Яйца А мы Православные У нас еще Два постных Дня в неделю Потом посты Начнутся Да и просто В принципе Ты же не яйца Не ешь Копится Излишки Аганчик Поехал Продал Или еще Что-то Вот И вот так Вот Значит Ну и Как бы Корова Тоже Так вот Среднячок И много Тоже Свиней Вот И Козы Да я сказал Ну и все Кошка Собака Я очень Влип Нам Значит Вот тоже Какая-то пришла Такая в голову Хотелка Вот просто Хотелка Абсолютно Непроверенная Завести собаку Это Аляскинский Маламут Мы завели Породисту С документами Ну и потом Типа думаю Вот там Покрыть ее Там Значит Продавать Чинят В пухлю Просто По полной Программе Были у нее щенята Я их продал Да там Не за дорого Вот Значит Просто Сколько было потрачено Нервов Сколько денег Было потрачено Мама дорогая Сейчас Просто думаю Откуда нам пришла Вообще такая мысль Чтобы вот держать Такую скотину Ну короче Отмучились Получили огромнейший опыт Который можем Прям передать И все-таки Эту собаку продали Слава Богу И все Вот Так На последнем Рассказе Так О детях Так То есть Животных Ставим лайки И Дональд Трамп пишет Десять Благодарная дата Были сомнения Что зря переехали Вот на самом деле Десять лет Благородная Благодарная дата Я тоже еще тут Значит Сомнений Никогда не было Если честно Никогда не думалось Что Ну если вдруг Не поживется Мы уедем Вот однозначно Ехали просто в один конец А сейчас С большим этим Понимаю Что все-таки Как слава Богу Как все здорово Все прям Ну поэтому Нет Вот честно говорю Никогда не было сомнения Что там Была усталость Было там Еще что-то Какие-то огорчения Да там Вот Но что вот там Нет все соберемся Уехать С уважением И мы вас благодарим Тоже целуем И обнимаем Алексей Как считаешь Почему за 30 лет В двух общинах Нет священника На дальнейшее Да Очень интересный вопрос Очень интересный вопрос Дело в том Что Вот еще раз Я уже предупредил Что я сегодня Много раз буду Ссылаться на Максима Степаненко На статью эту А статья эта называется Значит Я тут просто На листочке Чем не интересен Игнатий Лапкин Почему его убьют Если не образумится Хотя это уже Часть четвертая Моя критика Лапковщина Четвертая часть О статье В защиту и обличении Игнатий Лапкина Моя критика Лапковщина Дело в том Что он пишет Что просто Он Лапкин Это икона лицемерия Вот И даже не даваясь Какие-то подробности А если вы лицемерите Ну а я это вижу Вот Они там Божье благословение В чем-то в другом Не знаю там Для себя рассматривают Ну вот там Как брат его сказал А нам полмиллиона Подарили И там Типа Вот у нас в этом году Там 17 человек Там крестилось Ну не знаю Если вы эти заслуги Там себе Как бы Приписываете То есть Людей добрых много И мне могут Могут дарить Другого просто Там с такими деньгами Пока У меня нету Каких-то проектов Чтобы вот Ну Такие деньги там Реализовать Соответственно Как бы они мне сейчас Пока не нужны Вот Придет время Значит Будем Как-то Ну стараться В общем Эти деньги Если они нужны будут И Бог даст Если они нужны будут Если они будут Для пользы Для дела Но Бог даст Людей богатых Очень много Вот Почему Опять же Вопрос Если вы делаете Дело Божье Почему нету Священника То есть Ничего не наговариваю Потому что В любом случае На то Воля Божья Значит Что-то У Бога Какой-то Свой план На это Они уже Пускай сами Там думают То есть Но в любом случае Директор Предприятия Всегда Как бы Ведет предприятие То есть Строит программу Так же здесь Вот основатели Там Лидер духовный Вот он дает Определенную программу Своим подчиненным Своим Людям Которые за ним идут Вот И Соответственно Эта причина Которая Дает Вот такой результат Следствия 30 лет прошло Что-то там Кто-то пытались Что-то вот так Шух И все И в итоге Никого нету Очень интересный момент Когда приезжал Головин Отец Владимир И сидит Он у меня В доме Головин Пришел Батюшка Брат Дядя моего И Отец Владимир Задает ему вопрос Говорит Батюшка А вы подумали О будущем Кто вот Ну после вас Будет здесь Вот как-то Это все Батюшка отвечает Ну Бог Пошлет ангела Там Головин Говорит Не ну это понятно Все Бог Ну а вы то Что-то сделали Батюшка говорит Мы сделали Все что смогли И только вот он Все что смогли Еще даже не договорил Головин Вот так вот Они так друг напротив друга Сидели Он так к нему Так как бы Наклоняется Такой А вы точно сделали Все что смогли И тот Ну а И все короче Приплыл Вот понимаешь Я говорю что Два здоровых мужика Две светлых головы Две руки Две ноги Люди деньги давали Тогда из-за границы Слали там Ну Не будем критиковать Они же обижаются Ну почему-то Вот так вот Все получилось Ну вот почему-то Пол деревни Кладбище Из пустых домов И никого нету Вопрос Столько адептов Много А почему никто Не едет Где Где молодые Семьи с детьми Где Что касается Меня То Мы молимся Каждый день Господи Пошли в нашу деревню Добрых жителей Христиан с детьми Ну потому что Я А я вот батюшке Говорил Что я вижу Деревню другой Христианская деревня Все Но я вижу ее другой Мы были Ребятишками Пацанами Мы полагали Своё здоровье Силы Время На восстановление Этой деревни Мы верили в это Ну якобы до сих пор верю Я еще раз говорю Будет лучше Но при одном условии Если это будет Богу угодно Вот И все К этому надо было стремиться К этому не стремились А стремились Один стремился Себя увековечить И до сих пор пытается Вот При помощи Каких-то Говорит мутных источников Это вот Степаненко Там в своей статье пишет Что ему там С мутных источников Какие-то там Навеивают Типа давай-давай Книги там Давай вот еще Издай там Ты ж такой уникальный Там все Вот это вот Демон его поймал За вот такой крючок Вот Ну а другому По всей видимости Как бы все равно Ну просто вот Как бы не хочу убежать Но Видно это и сделал Вот Тем более когда Говорят такие фразы Дайте нам спокойно Умереть А потом правьте бал Ну эта фраза Явно не подразумевает Там Что я забочусь Там О будущем Там еще Там о чем-то А теперь уже Им стыдно признаться Вот Но вопрос Почему вы такие больные Критики Интересно Вот у меня в армии Я Иногда Муза так скажем Находил И писал стихи Вот И вот это интересное чувство Невероятное Когда Раз вот так Стих слог Как пошел Я думаю Еду на коне Такой быстрее Этот листочек Карандаш К нам Пишу Прям на ходу Потому что потом Раз Чик Все ничего нет Вот И когда я Давал эти стихи Своему замполиту Уродному прочитать Он там читал Там разносился В ух и прах Там ну критиковал И он Ну видит я Чего пацан Там нос повышенный Говорит Ты что Говорит Критики Это люди На которых молятся Так вот Я потом Уже дальше по жизни Да что критики Это реально люди На которых Ну молятся Это в кавычках Конечно Вот Как говорят бизнесмену Какой ваш Лучший клиент Говорит Мой клиент Самый мой лучший клиент Это недовольный клиент Потому что Он начнет критиковать И он Скажет что не хватает Что как улучшить Вот И ты Сделаешь еще лучше Через вот эти замечания Давид Посломопевец Говорит Пусть меня обличает Праведник Это лучший лей На голове моей Ну вот То есть Давид не гнушался Обличениями Почему и нет То есть Ну все мы как бы У всех есть какие-то минусы Но Вот как Тоже тут У головина Видео Смотрел на его канале Отца Владимира Там Осипов Алексей Ильич Значит там Что-то наговорил на него Тоже там Откуда он это взял Вот И головин отвечает В ответ Говорит То есть Видео выпустил Говорит Что Ладно бы Критика была бы Ну вот Конструктивная Вот так же От моих Дядек Я готов Выслушать Конструктивную критику Готов То есть Давайте побеседуем Что где я что не так делаю Там Или что-то Но несет Ахинею И этим самым Людей Вводит заблуждение Вот он Был в деревне Переехал Значит уехал В город Первое воскресенье И стоит уже тешит Там вот Ну там бронье какое-то Вот Выдуманное Больное И мне так смешно Смотреть Сзади человек В кафтане Стоит крестится Крестится Отгоняет бесов Видать чтобы От моего дядюшки К нему не перескочили Там Ну это моя трактовка Я не знаю зачем он крестится Хотя у этого человека Например Есть мой телефон Ну Позвони мне Скажи Слушай правда что ли Что вот он Что вот он так говорит Да я скажу Что это вообще неправда Вообще ничего нету Никакой ни войны Вообще ничего нету Вот Все нормально Дальше Поехали Значит Отвечай побыстрее Время мало Ага Десять лет Здорово Какое самое радостное событие У вас было Какое самое грустное событие Ну слушайте Да ну Радостных событий Много наверное Гости приезжают Дети рождаются Праздники какие-то Вот В дом даже переехал Это вот Ну как-то радостное событие Там да Как-то по-своему Вот Ну а грустное Вот Даже самое грустное То понимаете Вот Например Когда ты по первости живешь И у тебя раз там Например Эти там Кто-то цыпленок один умер Там Ты Переживаешь Потом Как бы ты Вот это Второй умер И ты как бы Раз уже в этом Как бы закаляешься Или как И все И ты уже не так расстраиваешься Конечно Если у тебя сдохла корова Ты расстраиваешься больше Чем у тебя Сдох цыпленок Вот И сейчас уже более или менее Уже спокойно У меня свиньи сдыхали Это тоже как бы Ну свинья там такая Знаешь Это вот печалька Вот Ну это все такое Как бы Слава Богу Все поправимое Поэтому ну Ну Да не знаю Грустное Ну бывало грустное Я не говорю что не было Бывало Конечно бывало Всякое бывало Вот А вы коз кормите цветами Цветов у вас много на видео Видно что хозяйка ваша Любит цветы А они ее Понятно Ну на самом деле Я тоже сам цветы люблю Потому что В доме у мамы На подоконнике Как-то были цветы У нас И на клумбах Она вот Астры там любила Еще какие-то И может вот эта любовь Какая-то передалась И сейчас Дома Мы тоже там выращиваем И почему-то Они у нас почему-то растут Вот Вообще там нереально Я люблю разные цветы Вымениваю там И люблю Которые цветут именно Цветами разными Не просто вот бывает зелень Зелень мне не нравится А вот цветы И у нас Круглый год Особенно это приятно Когда зимой Зимой в окошке Все белого Все как бы неинтересно А тут разные цвета У тебя пышут на окне То есть вообще Ну какое-то внутреннее Такое чувство Прям здорово А козы Козы они вообще любят Все Вот запусти их там Куда в этот В полисадник И сожрут все Значит следующий Игнатик говорит Что у вас деревни Не блудят Не воруют Не курят А я знаю Что все это Есть деревни Лично на себе испытала Украли туалет С моего участка И Будущий священник Вячеслав там был Да Эта история С туалетами Конечно смешная Я говорю Вот какая-то У моего дяди Деменция В плане Слова Божия Когда вот что-то В его жизни касается То есть Вот я простой пример Из головы сразу привел Вот про эти туалеты То есть Христос говорил Отобрали у тебя Рубашку Отдай ей вторую Ну ты считаешь Что тебя обидели Как да бог с ней Все Как какие-то бы святые Сказали Да бог тебе благозовет Пускай там ладно Там заберет этот туалет Самое что смешное Забрали Своровали туалет Там у Как бы женщины У одинокой женщины Там Считай у инвалида Там у больной Ну То есть Ох Ох Большой ум надо И большое духовное состояние Вот Чтобы вот так вот Ночью То есть Они даже не скрывают Но самое что смешное Почему вот Даже там все так получилось В плане Наших органов Никто работать не хочет Вообще Вот Смешно так конечно Ну если так бог сделал Да сделал Что как бы Речь не о том было Чтобы там Что-то Как-то А чтобы человек понимал Что он нарушает Как бы закон Так нельзя там воровать Тем более Тем более там Столько вранья Там типа А я не Я даже не знал Что она там что-то купила Как вот сестра Купила у него дом Значит Даже письмо Там отправляли ему На скайп То есть есть число И специально Сфотографировали Когда это все отправили Звонили Володе Паченко То есть он Значит Его предупреждали Что мы отправили письмо Значит все Передашь Игнату Тихоновичу Чтобы там почитал Там все А там в письме Было такое Что значит Поменялся Собственник Этого дома Все И значит Попрошу там До такого числа Убрать все вещи То есть Вот А он на видео Говорит Что там Милиционер приехал Говорит Да я вообще-то Я вообще ее не видел Вот я узнал-то Вообще там Недавно А главное Человек Вот сестра его Которая купила То есть Она видела его То есть он там Рядом ходил Там No comments Без комментариев Алексей Как стало ясно Позвонил по поводу Березок Матушка отца Иакима Вы не призвали К ответу Игнатия Иакима Почему эта тема Съехала на нет Ну Очень просто Потому что Например Тот же батюшка Говорит Ну а если тебя Это не касается Ну какой тебе урод Ну и что Ты понимаешь Вот А где Где он имя назвал Он же тебя имя не называл То есть Вот это вот Любимая игра в дураков Ну играют дураков Ну ладно Вот А потом когда Когда этим Приехала полиция Значит Убрать у них Объяснительную По клевете Моя машина стояла рядом Окошко было приоткрыто А этот там батюшка Сидел С полицейскими На лавке И было слышно Батюшка говорит Они нас называют Маразматиками Мы их называем Кто Где Ну покажите видео То есть никогда Я их не называл Маразматиками Вот Вот сегодня От меня Это значит Здесь я говорю У дяди У старшего Значит старческий маразм То есть это я прочитал У Степаненко Максима Ну я это подтверждаю Я просто Я от этого говорю Что психически больной человек Это у него есть диагноз Там в книгах И так далее И мало того Что в городе Есть знакомые Которые собирают Мне там макулатуру Всякую Ну печку разжигать И я в один раз Вот так вот разжигаю Смотрю книга Попалась Советский Психиатрический справочник Вот Ну там Заболевания всяких И я там открываю Смотрю Шизофрения У нее оказывается Столько много Видов Вот И поэтому Когда ему там Ему Дяди Ставили шизофрению Какую-то Ну вполне То есть не потому Что там А вот всех Всем верующим Ставили Ну было и такое Там Было и такое Что ставили А здесь Нет Здесь конкретно То есть И наш Ростов Помнит случай Когда ему там Было плохо в армии И там И его мама Даже там Ездила Забирала Вот И поэтому Ну Тут Видите Просто Болящие люди Короче Болящий человек И поэтому Все как бы Съехало На нет Естественно А что Что они с ней Сделали То есть Как он сказал У меня с ним Были плохие отношения И поэтому Это дает ему право Врать и клеветать Другой его Поддержит во всем И когда начинаешь Говорить А батюшка А я про тебя Такой не говорил Он так Ты не говорил Ты соучастник этого И поэтому У меня никакого желания Общаться с ними А это Вот даже Даже Степаненко Приводил в пример Как раз Даже цитату Из Библии Что нельзя С такими людьми Общаться Даже сидеть За столом рядом И в этой статье Он пишет А на тот момент Никита Колесников И Пащенко Жили Значит С дядюшкой Вот И он пишет Говорит Что вы Говорит Не должны с ним Общаться Там типа Уходите Там из его дома Там и короче Ну и так далее Вот Это я все Прочитал в статье Значит Их видео И ты молится С адептами И дай мир Израилю Благослови Это селение Враждующих Желающих Уничтожения его Усмири Что они будут Отвечать За такие Дьявольские замыслы Ну еще раз говорю Это больные Фантазии Моего дяди Я Вижу Нашу деревню Другой То есть Это для меня Родина Как так Если я Захотел уничтожить Зачем я туда приехал жить Зачем я построил Такой капитальный дом Зачем у меня дети И вообще Много-много Зачем Зачем я там Помогал ему Конкретно Все через меня Шло деньги Если мы дорогу Устроили И вот еще раз говорю Он там врет Мы ему Дали миллион На этот вопрос Батюшка молчит Батюшка как-то говорит Я не помню На самом деле Я сказал Там мне это 550 тысяч У моего старшего У дяди Деменция просто Какой миллион А если Ты там давал мне миллион А до меня дошли Только 550 Значит ты мошенник Где мои остальные Там 450 Вот То есть этого Нет Бронь Или как Про озеро Про одно Называемое Рыжковское Говорит Я сюда Влупил там Миллион Какой миллион То есть А где он этот миллион Что ты там Мог на миллион Сделать Что там такое Я там лично Работал целый день Мы там эти сваи Просто столбушки Эти кленовые Там Вбивали Вот Потратил миллион На что ты там Потратил миллион Там все развалилось Все прорвалось Все прогрызли То есть Либо мошенник Либо врун Либо Ну я не знаю Просто деньги Отмыл себе в карман Если ты говоришь Миллион Но самая крутая фраза Я в дорогу Только закопал миллион И тут ключевое слово Закопал Вот Потому что Ну Ты же не дорожник Вот А для того Чтобы что-то сделать Хорошее Тебе Значит Должно было хватить ума Там или как-то Найти специалиста Чтобы посоветоваться Но если ты Бога избранный В кавычках То конечно Тебе можно ни с кем Не советоваться И ты сам все делаешь И итог мы видим Вот Значит Вместо того Чтобы отговорить От воровства Они начали придумывать Что это Игнатию принадлежит Ему там Никогда Ничего не принадлежало Этот дом принадлежал Нашей маме с братом Игнатией Как был воровом Ну по всей дни Так и остался Но ему там ничего не принадлежало Значит Вот этот дом Павла Тихоновича Мало того что Павел Тихонович говорит Он Игнатию помогал Да Но я говорит Ему потом рассчитался Там я говорит Сейчас не помню 40 или 50 тысяч Ну теми деньгами Он ездил в Москву работать На стройке Он зарабатывал деньги неплохие И когда он очередной раз приехал Он рассчитался И спросил Говорит Все я говорю Ты ничего не должен Тот говорит Нет нет Ты мне ничего не должен Дело в том Что такую вот мульху Типа от моего дядюшки Типа я договорился Со своим братом Что пол дома мои Такого вообще не было Это бред То есть это получается Нужно было там как-то Ну если официально оформлять Там как это делается Как-то Если с участком Отмежевывания делается То здесь не знаю Как-то разделение какое-то То есть ничего этого не было Вот Чем закончилась история С кражей с туалета С участка бывшего дома Павла Ну она ничем не закончилась Просто туалет своровали И все как бы там Этот Понятно Я еще раз говорю Вот приехал полицейский Никто работать не хочет И какого-то Ну не знаю То ли специально Такого молодого парнишу дали Что Ну Не знаю Ничего Такого вот Необходимого Нужного не сделал Все Там этот Так называемый Юристом С той стороны Любитель поболтать Там который мне сувал Это какую-то Там эту ксерокопию Какую-то И мне смешно Первый раз в жизни Я встречаюсь Чтобы вот так вот Юристы там Не дела свои Какие-то показывали А именно Ксерокопию Там Вот смотри Смотри У меня образование Там Слушайте Это вообще цирк Просто Просто какие-то Не знаю Актеры Или клоуны Там Смешно Ну и что Дальше Что у тебя там Корочки эти Так ты Ты похвалишь Что вот у меня столько дел Вот конкретно там Выиграно там Или как-то там Что ты себе представляешь И самое главное Что самое главное Кстати Вот на видео Видено Да там На видео Который на канале У моего дяди Значит Они встречное заявление Написали Против Павла Тихоновича Вот И сам Значит сам Дядюшка Подписался Там Он никогда Он никогда нигде не подписался Он сам подписался Значит Юрист его Консультировал Там они все это вместе составили И вот вопрос Про туалет Почему Этот юрист Якобы юрист Не сказал Что это воровство То есть Или Или там не знаю Или бы с духовной стороны Игнатих Ну это же Да Бог с ними Ну там Господь нам даст Или как-то бы Да например Ладно С туалетами Они написали Встречное на брата Значит якобы Он мошенник Вот То есть Себя там Игнатих Написал Что это там Дом мой Или что То есть Никаких доказательств Нету Деньги В нотариусе Эти 50 тысяч Вообще Передавал Никита Колесников То есть Юрист Должен был ему сказать Что если мы будем Как бы просить Вот эти деньги То Ну как бы Юрит обратно Есть такое понятие Как там Срок давности Все там Более трех лет уже При царе Горохе Тоже никто рассматривать не будет Все 50 тысяч Мы этих не получим Теперь Они написали Они нету написали Они написали Мошенничество То есть А это уже там В особо крупном размере Но Что за юрист То есть Они получают Они издеваются Над моим дядей Еще раз говорю Вот В такой возникает Значит Мысль такая Либо они там Все вот Просто Ну просто Прикалываются Типа давай Напишем там Знаем что это Ничего не будет Вот Либо дядя такой доверчивый И верит То есть Вот этим вот адептам Которые его просто Тупо обманывают Юрист бы сразу сказал Мошенничество тогда Когда У вас были документы У вас были документы на дом У него на дом Вообще ничего не было Была вот эта писулька С нотариуса В которой Его вообще нету Там есть Никита Там есть Павел Тихонов Чья есть свидетель Устинного Валентина Тихоновна Вот И там Чьи это деньги были Там Пойди сейчас докажи Вот А если это Никита Значит он должен приезжать Там что-то То есть Я говорю Срок давности Прошел все И самое что неприятно В этом заявлении было Вот В дядюшкином заявлении Против своего брата Где значит Они Он написал Там Ну типа там Как прошу Там не требую А прошу Чтобы проверили Вот значит Лапкина Павла Тихоновича Типа на Психическое Типа там Состояние Думаю Ну думаю вообще Думаю Так подло То есть Он мне не говорит Мы написали заявление И ответ-то какой пришел Ответ пришел Что никакого Значит Тут уголовного Не предусматривается Не просматривается И так далее Что все А отказать В уголовном деле Ничего и нету Вот эта знаменитая фраза Дядюшки Дядюшки 2023 года А ничего и нет Я так говорю Думал Что у нас община Что все зарегистрировано А регистрация Мне смешно Вы там Управленцы Создатели То есть Никто не смотрел Там зарегистрация Все уже давно Уже ничего не зарегистрировано А регистрация Она там Каждый год Нужно обновлять Никто не смотрел Все уже Ни устав не зарегистрировал А они чешут Там у нас Зарегистрированный устав И мне вопрос такой Ладно человек может забыть Ладно все Если ты себя Позиционируешь Как там Бога избран Тебе почему Дух Святой не подсказал Почему апостолу Петру Дух Святой подсказал Что Анания с Апфирой Значит деньги утаили А тебе почему Дух Святой не подсказывает Вот тебе и вопрос То есть получается Как пишет Опять же Прис напоминаемый Максим Степаненко Что Духа Святого Там уже давно Уже в тебе нет Вот ты просто Пустота Просто кинвал Звучащий там Или барабан африканский Ну грубовато Ну примерно так Вот Значит Все с кражи туалет Никак они туалет перенесли И все Вот А хотя бы Взяли бы Ну если бы Вы были бы христиане То есть Благословляйте Проклинающих вас Там И так далее Там Обижающих вас Там И любите там И все Взяли бы Выкопали бы туалет Бы там сделали бы Сказали да ладно Бог с ним Ну то есть Вот они такие плохие Чтоб нам больше награды было Он постоянно говорит Мне награда Там хулители Какие хулители То есть ты выдумываешь Тебе делают конкретно замечание Один вопрос Который вот Я вот батюшке Вот недавно я задавал вопрос У меня один вопрос Затем он врет Он врет везде по жизни врет Он врет Я говорю Батюшке вы врете А где вы не врете Вы соучастник того Что тот врет Просто один вопрос А это говорит Хулители И велика ваша награда Да никакой тебе награды За это не будет Тебя конкретно Обличают твои греха Ты говоришь Награда Тебе награда Вот этот Кружок от унитаза Вот твоя награда А то Венец золотой Какой золотой венец Про что ты говоришь вообще И Максим Степаненко Пишет в этой статье Говорит Игнатий Тихонович Говорит За Обличение Говорит Нету Говорит Поощрение Говорит Награды Какой-то там А уж такого хулителя Как например Как раз мой дядя Еще поискать нужно И все в этой статье написано Там Он очень часто приводит Значит его сленг На московскую патриархию Там Полки позорные Там Подзаборные Адова Там Исчадия Ну и так далее Смешно просто Так Алексей Ты зачем Со слов и ты Хочешь уничтожить Интернет-содружество их И это Православное селение Ну вот я уже отвечал На вопрос Что такое интернет А где ее найти-то Это как в той песне Мой адрес Ни дома не удалится Мой адрес Сегодня такой www.youtube.internetsodrujestvo.ru Так что ли Я хочу интернет Да Комитет 300 Поставил задачу Представляешь Мой дядюшка Всегда пытается Представить Что он такой Гонимый Такой там На него больше Было покушений Чем на Путина Там Обаму И не знаю Всех правителей Вместе взятых Чтобы люди такие Это ж какая величина Мама дорогая Какие покушения Правильно Степаненко В этой статье Пишет Для старика В деревне В которой 15 домов Большой стресс Кто-то статейку Написал На каком-то канале На котором просмотров 10 штук За день А для него Уже все И он там уже На меня Меня преследуют Ну вот Понятно Как уничтожить Чего уничтожить И я уже пояснил Если это дело Божие Зачем ты боишься А если ты боишься Значит ты сам Как бы подтверждаешь Что значит В тебе есть лицемерие И за всеми твоими Красивыми словами Значит там кроется Твое я А не дело Божие Значит вы Не о Божьем заботились Ну это и таки видно Собственно Вот по тебе Что ты заботишься Чисто себе Как значит Прославить себя Любимого Ну это бред То есть я говорю Что тебя вообще Никто не вспомнит Никто не вспомнит Помрешь И книги твои все Там мыши сидят Все сгорит Ничего не будет Вот А Богу Если нужно Конкретных людей Кому-то да Вот там Как написано Кого предузнал Того и приблизил Там и так далее Бог найдет себе Своих учеников Своих детей Бог себе найдет Вот Ну не так Чтобы ты там Что-то там Якобы Там бедный Аж не может Эти книги там У Иоанна Лесточника За всю жизнь Была одна вот такая Вот небольшая книжка Он выпустил Так эта книжка Пользуется Спросом Авторитетом Во всем мире Он не издавал Там куча томов Вопрос Сколько издал томов Спиридон Тремифунский Там такие чудеса творил Там такой человечище был Оттуда Боже мой Он там Я стихи Издал больше Чем все Эти стихотворцы Наши российские Вместе взятые Лермонтов Пушкин Там Маяковский И так далее И говорит Типа Вот про меня Говорят прелесть Нет я не в прелести Типа Ну ну Так Это он сам Рассказывал В ролике Есть свидетели живые Как бы он Ворюга Лжецом Так и остался Выходит Интересно У него есть ролик Где он говорит Что я всего лишь Два раза в жизни Воровал Приводит два примера А можно Я в это Как бы В него Расскажу про Третий случай И мне смешно Что если Еще копнуть То там Там не только Третий случай Там много еще Что было Почему ты не сказал За третий случай Свидетель которого Живет в соседнем городе С нашей деревней За сто километров Значит Они Там вот С этим человеком Который все это рассказывает Он на шухере стоял Он был помладше их Они Мой дядя Воровали Будучи Уже ему было 18 лет Вот где-то С 18 до 20 В этом периоде То есть даже Не 10 Не 5 там лет А он говорил Что я с 3 лет Был там Бога избран Я там с Богом Разговаривал И потом он в другом ролике Говорит Дух Святой От меня не отходил Вот от Серафима Саровского Отходил А вот от меня нет Они Воровали Голубей В соседней деревне Участника Вот этими мешками Которые из-под сахара Вот такие похожи Большие были Там не мешочки Вот такие вот Голубей Вот И вот я говорю Человек Который стоял на стреме Вот это все рассказывает На шухере И ничего Дух Святой Это он в Духе Святом делал Значит понятно Что какой у него там дух И зачем Один вопрос Я не осуждаю Вот этого воровства Потому что сам там тоже Ну по детству воровал Так это было даже по детству А тут 18 лет уже Это Блин Ты уже отвечаешь вообще Ты уже даже В тюрьму уже Даже как взрослый пойдешь То есть не по малолетке Вот Вопрос Зачем ты вот это все говоришь Зачем ты врешь Что ты не воровал Он сказал бы Да вот да Вот была такая Ну глупость Ну что Любил голубей В деревне есть освещение На улице Как ходить в темноте Да никак с фонариками Нету никакого освещения Так и живем Зато Когда Значит Ночь И когда небо ясное Небо настолько Звезды настолько близко Настолько красиво Просто нереальные люди Которые приезжают в гости И вот Ну просто восхищаются Вот По туалету И его компания воров Семенов заявляет Налили что-то Брату Павлу Смешно Это когда Это когда Они в нотариусе были Несколько лет назад Наверное Там что ли он имеет ввиду Или когда сейчас Когда дом переоформляли Ну а то что То что интересно То что вот Брат Павел Ну да он выпивает И собственно Из деревни его Как бы Выперли по этому поводу Но тут вопрос не в этом Вопрос в том Что брат его дядя мой Говорит что Я уникальный И вот мне люди говорят Помолись Я молюсь И там люди исцеляются Вопрос Почему ты не можешь Своего брата исцелить Почему ты не можешь Исцелить Тоже выпивающего человека В вашей общении Почему Были значит Случа у вас там умирали Почему ты ничего Да я тебе скажу почему Потому что Ты не Ты не какой-то Никто Ты не какой-то там Необычный И самое что смотрите Интересный вопрос Я вот задумался над этим Он говорит Мне говорят люди Звонят издалека там Ой помолитесь Сейчас вот там У сына или у дочки Будет операция Он говорит А вы не боитесь Я вот помолюсь А вдруг он умрет И там Ну не знаю что там люди Да там не знают Да там да как так Вот ну вроде То есть он ставит вилку Вот Типа я помолюсь И то есть Как бы Либо так либо сяк То есть он сам не знает Что будет И теперь вопрос Вот мы читаем Ветхий Завет Советская вдова Значит пришел Пророк Илья И вот она говорит Вот ты человек Божий Пришел значит Для того чтобы Напомнить о моих грехах И вот сын мой умер И он бы такой Ну она типа там Как она его просила Там помолись Чтобы вот это Короче Оживи моего сына Он бы такой А ты не боишься Что вот я могу помолиться А там Или например апостол Павел Там И втихий подросток Сидел на окошке Там Он там говорил Уже ночь была упал И ну умер Все Или это То есть он раз Его там воскресил Или там это Тавифа была Женщина там Ой там Подождали Павла Он пришел Она говорит Вот она говорит Смотри какие рубашки Шила все А он такой А вы не боитесь Если я помолюсь Она вообще там Типа еще сильнее умрет Или там Ну если она была мертвой Не сильнее умрет А там вообще Не восстанет Или еще что Почему вот те люди Условия не ставили А если Вот им сказали там Воскреси Вот она там Классная была Все помолился Все она воскресла А это ставит условия То есть Как бы вилка То есть Типа я такой хороший Но вот Случись хорошо Значит я хороший А случись плохо Я тоже неплохой Потому что вот Ну вот так вот А эти нет Реальные люди Святые Они условия не ставили Здравствуйте Поздравляю вас С десятилетним Жизни в деревне Благодарим вас Сортир наш Как Крым И ты Сортир не захватил А освободил И кстати Законы референдум провел Да Дональд Трамп пишет Так Обратили внимание Что у ИТ Есть некое Особое отношение Что у ИТ Есть некое Особое отношение К испражнениям Не важно чьим Записывает ролики На эту тему На тему сортира На тему гигиены На тему лечения Конским навозом Может замечали Ну вот у него все Понимаете Это не просто Это же состояние души человека Вот он себя там В трусах там где-то Показывает Вопрос Покажите мне Где себя в трусах Там выставляет Там какой-нибудь Ткачев там Какой-нибудь Геннадий Фас Там Головин Там еще что-нибудь Понимаешь А вот его Я говорю Ему дали камеру Но пользоваться не научили Поэтому у него все Пошло и поехало Наперекосяк И правильно пишет Степаненко Что все свои Вот это без его поддел И все свои труды прошлого А у него были труды Очень хорошие труды Он все их разбазарил Тем что вот После того момента Как у него появилась камера Вот Опять же это не слова Степаненко В принципе выдуманы А это Степаненко просто констатирует Факт из Библии То что сказал Христос Лошади А лошадь не хотите завести Для детей Да нет Лошадь это Я рассматриваю Это сегодня роскошь Прямо Очень большая роскошь Потому что Тот же например Снегоход у нас Ну вещь дорогая Но съездил Поставил и все А лошадь нужно Каждый день корми Чистить там И так далее Вот В соседней деревне Например Особенно там Или где-то там Лошадь например Да это у них транспорт Для передвижения Все Но у нас нет В общем Так Так Значит Сортир вернулся В родную гавань И ты Он же моряк Да Это его любимые слова Все на его канале Во свете Библии Это о чем говорит О его высоком Духовном состоянии Ну видать О навозе тут имеется ввиду Игнатий всем про небесный Духовный рассказ А сам заземное Чужие туалеты цепляются Лживые Одурачивают людей Получается да Как пишет Вот Степаненко В этой статье У меня говорит Когнитивный диссонанс Выговорить Своими прошлыми трудами Все говорит Ну портите Как бы картину мира Ты вроде Своими прошлыми трудами Ты завлекаешь народ Что вот я такой Я трудился Но это все В прошедшем времени Вот понимаешь И А все то что сейчас Вот творит дядя То есть это все Это оно как бы Все перечеркивает Все что там было Или уже 10 раз перечеркнуло И поэтому Говорит одно Да типа Мы туда стремимся Ты туда стремишься Зачем тебе туалет-то какой-то Зачем тебе дома Какие-то вообще То есть У него одно с другим Не сходится И ты начал со старобрядцев И закончит ими Итог его деятельности Главное Себя любимого Вековечить Своё большое я Вот это Очень правильный тезис Он начал со старобрядцев То есть он сам Со старобрядцев Киржаки Они были сначала Потом В белокринитическую иерархию Вошли Вот и он ими закончит То есть вот он решил на меня Там что-то Или вот он очень Как бы Над смешкой такой Вот мы там живём Как бы Один край Нашей улицы И он там Старобрядческий тупик Вот И вроде как Насмешка такая Вот Но на самом деле Просто Господь его посрамил На этом Почему? Потому что В итоге он с нами Ничего не может Ну ничего не сделает Ничего не может сделать Просто пыхти То что он может Это просто Заниматься славоблудем У себя на канале Ну то есть Заместо того Чтобы встретиться Там поговорить Вот То есть он Это не может Многие видят Какую травлю Устроили на тебя и ты За что? Курил, пил, блудил Они даже старики Не соблюли свой устав А значит Никому устав не нужен Смешные люди Ну получается Да Что устав там Никому не нужен Почему? Потому что Смотрите Когда я приехал Я же поверил В эту сказку Что есть община Что есть там устав Все Вот И я входил В общину То есть Я специально Так подумал Думаю Надо быть примером Чтобы потом Мне это не поставили В укор Я написал заявление Обхождение Было собрание Меня приняли Меня приняли с легкостью Почему? Потому что Меня все знали Вот Ну вот Не знаю Как говорится Я не хвалюсь Просто там Любой должен сделать так Чтобы Чтобы тебе Как бы Авторитет В общем авторитет Который зарабатывается годами Вот И все Все проголосовали Все были рады Все Идет жизнь там И бах Мой дядя В одного Никакого собрания не было Что? Принимая туда человека В нарушении устава То есть у нас есть устав Что там Должно быть собрание Ничего этого не было А потом удивляются Надо же Батюшка Надо же Так вот Мы даже сами не понимаем Как мы так Ну ты Понятно Что ты не понимаешь Потому что Тебе вообще-то Ничего не надо А вот этот человек Который прикрывался Вот у нас устав У нас устав А почему же ты без устава? Но самый главный критерий У моего дяди был Говорю про романа малыша Они его приняли Без всякого собрания И он говорит такой У него было Инструмента на миллион То есть Он очень падкий на деньги И вот По всей видимости Вот это вот Миллион И что инструмент Не знаю Что он думал Что он у него там Отнимет этот инструмент Или что он С этим инструментом Будет там что-то Работать Не знаю Что он там думал Вот В итоге Никакого собрания не было Приняли человека И потом Он его Так же В одиночку Сдал властям Вот В то время Когда у нас Есть пункт Устава Что нельзя Значит Обращаться К властям Но в принципе В принципе Я вот сейчас Какая мысль пришла Если Романа малыша Не приняли в общину Вот То как бы А Но опять же Это роман Малыш Не в общине Он мог Пожаловаться Внешним властям А если Дядя мой Считал себя в общине Вот И он как там Раньше там Давно-давно Когда-то Когда только Все начиналось Значит Собрались с жителями Кто там предложил Это Скорее всего Он же и предложил Сделать себя Почетным жителем Этой деревни Естественно Все проголосовали За А мне смешно Вот думаю Из тех Кто это голосовали Осталось Уже единицы Буквально Ну три семьи Ну если считать С батюшкой То четыре Вот семьи Как бы Уже тех Основной массы Уже людей-то и нету И знаешь И будет если потом Какое-то голосование То никто Это уже и не поддерживает Даже если Вот А то что Да я не пил Не курил Просто я начал Говорить правду Она была неудобная И поэтому Они приняли решение Самое что смешно В нарушении устава В уставе написано Значит что После трех грубых нарушений Человек исключается Грубые нарушения Это когда вот Собрались Говорят так Вот ты Куришь здесь Вот мы тебя предупреждаем Еще раз мы увидим тебя Все мы будем Что-то принимать Поймали еще раз Так вот ты пьешь Все Вот два нарушения Тебе вот еще одно Вот еще поймаешь Поймаешься Все Здесь ничего это не было Почему потому что Как таковой нет общины Наплевать В первую очередь Отцам основателям На устав То есть они показали Это скажут Вот ты зачем ты говоришь Но вы своими действиями Показали так Все То есть и вы мне Живому человеку нормально Вы мне не докажете Что там что-то по-другому было Так пишу Что-то у меня видео тормозит Ну подтормаживает Да Пока вот Пока так не знаю Тормозит сильных сожалений Ну Чем Значит Записываем Все как есть Потом все это Значит будем смотреть На видео В общем Постараемся где-то В три часа уложиться Чем закончилась история С подачей заявления На клевету Значит Да Заявление на клевету Я вот я говорю Я подал На следующий день Как меня исключили То есть я По крайней мере Устав не нарушил Ничего Вот А они Где-то там батюшка Даже рассказ такой На нас подали в суд Мне смешно Так думаю Да с вами еще ничего не делали Почему вы такие трусливые В суд А мне в прокуратуре Тоже говорили Что говорит Ну и там вот это Вот когда приходит Тебе бумага Что Типа Состава преступления Не видим Но в гражданском Правовом порядке Можете обратиться в суд Если бы я подал в суд То это тягомотина Все там И если задаться целью То можно было бы Что-то там Отыграть И поиметь По силе Ну как бы да Можно было что-то выиграть Вот Но дело в том Что Да у меня не было никакого Ну вот Знаешь там что-то там Если бы у меня был бы Такой бы характер Вот такой знаешь Себелюбие такое Вот какое вот Пишет мой дядюшка В книгах Говорит Как приятно Быть побежденным Вот он же Это пишет Он про суды Вот он там выигрывал Но он не все суды выигрывал Кстати Но он говорит Что как приятно Вот это чувство Да мне вообще все равно Я нет Мне вот это не главное Мне главное Зачем ты людей Водишь в Значит В грех В грех осуждения То есть они же тебя слышат Они тебе верят Они начинают осуждать И так далее И вот там И вот Главное на суде Когда по березкам были Батюшка в суде сказал Мы не знаем Кто позвонил Вот А дядюшка мой Продолжал дальше Потом это своим адептам Потому что Вот Иуда Вот там кто-то Я говорю Уже потом Даже уже Сама вот эта Людмила Ивановна Сказала уже родственнице Что это она позвонила Вот А этот до сих пор чешет То есть Ну Что с ними поделаешь Ничего с ними не поделаешь Алексей Подарил он вам Семитомник Своих проповедей Нет Он представляет До сих пор Семитомник не подарил Это же безобразие какое-то Я когда был еще адептом И у меня свадьба была В 2010 году Я так хотел от него получить Подарок Ну Его вот эти книги А уже сколько это там Ох там 38 Или сколько там было Вот И вот И да И он такой говорит Я тебе дарю книги Я такой О счастливый Все там Я их не прочитал Нет Я их не прочитал Ну там Ну знаете Когда я начал читать Какую-то книгу Один интересный момент Вот К примеру Рассада Рассада помидоров И вот я Например Ему задаю вопрос Игнатий Тихонович А что вы вот скажете Про помидоры Которые растут на подоконнике И он говорит Например Помидоры Растут на подоконнике Их сажают Рассадой весной Сажают землю И вот земля Там должна быть такая Должен быть ящик такой Там в это Я у него спросил Про помидоры Он там чуть-чуть Что-то их как-то задел И уходит Куда-то вообще Куда-то вообще на другую То есть И мне непонятно Так ты блин Будешь отвечать на вопрос Или нет Ты ушел от ответа И как раз этот момент Опять же Приз напоминами Степаненко Вот сегодня И кает наверное Целый вечер Он это написал В своей статье Вот Что Мне непонятно Есть человек Который прочитал Практически все тома Он работал сторожем У него было времени много И он говорит Первые тома Плюс-минус Я не знаю До какого Было еще интересно А потом все Грязно белье людей Политика Вот начал говорить Зачем он это начал И все И поэтому Как бы Ну Лежат они у меня Сейчас эти тома Где-то там Ну лежат Да лежат Не знаю Может Как бы Вот о чем читать Вот смотрите Задают вам вопрос А можно читать его книги Там или нет Я вот скажу по себе Чтобы его книги читать Нужно иметь в себе Какой-то фильтр конкретный Вот я как родственник Я много чего знаю Я уже могу фильтровать Вот например У него в книге Кисти на православие Есть такой момент О старобрячестве Он пишет Значит Что про новосибирских старобрядцев Значит У нас был Епископ Силуян И было там По молодости Такая штука Епископ Силуян Уже был епископом Значит Собрались там Недовольные братья Значит И он пишет в книге Они его там Толкнули Там как-то Свалили там Давай пинать его там Типа ух Лютое там Свирепое общество Значит Мой брат А эти все Которые вот это Бесчинство творили Они все живые До сих пор ходят По земле Мой брат Ну как бы надоело Вот этот бред Который несет Мой дядя Взял мой брат И поехал По вот этим ребятам По всем И ему рассказали Как это было Значит Какой-то случился конфликт А конфликт Это случается В нем всегда Виноваты две стороны То есть не то Чтобы вот эти Вот такие плохие А вот этот Вот был такой хороший Нет Там что-то Что-то случилось Что-то такое было И Они просто Собрались там Где-то на веранде Вот так вот Его обступили И кто-то Из них Толкнул его просто Просто епископ Оттолкнул Вот Ну что-то там С какой-то претензией Потом этого человека Отлучили Он нес Эпитимью Все эти люди Тоже там Несли эпитимью Они покаялись Все Но никакого Свалили Пинали Ничего этого не было Человек написал Вранье И это вранье Теперь в этих книгах Будет жить веками Помните Такую Притчу Из Побосенка Легенда Там Типа В аду Там На костре Там в чинах Или где там Два человека Значит Один вор Другой писатель И вот У вора Как горел костерок Так и горит А у писателя Был костерок маленький Все больше и больше И больше разжигался Ну со временем Года идут Века идут И вот это зло Которое он написал Оно все больше и больше Распространялось на людей Ну как бы Такая Побосенка Но понятно О чем речь Вот Так Значит Я вчера стихи И.Т. в интернете Слушал Трындец какой-то Ну Я скажу что Стихи Которые у него были Вот там еще до этого Они мне некоторые нравятся Прям вот Ну Там такие есть Прям классные То есть я это в открытую говорю Понимаете Вот Степаненко пишет В этой статье Что если ты обличаешь человека Ты говорит Должен сказать его Какие-то положительные моменты Вот один из положительных моментов Я говорю что мне нравились Его некоторые стихи Вот И там даже там Запомнились на память Алексей А почему такое поведение И.Т. и.Т. Его реакция на тебя Ты же сопляк Книг не читаешь Не издал 50 томов Почему И.Т. так зацепила Его на тебя Сила духа Твоя И.Б. с тобой Ему не дают покой Ну Это вопрос кстати Очень смешной Очень смешной вопрос В том плане Что для тех людей Кто вот Ну Подумайте А мне потом люди говорят Говорят Слушай Вот он говорит там Разрушить там Что-то еще там Напал там Ну А ведь он же такой человек Еще там все У него такой опыт Все И ты говорит Кто ты такой Ты говорит Лешка Какой ты Лешка Говорит И вот смотри Он там запереживал Там все Там Какие-то собрания Там Исключить Срочно Там Хочет разрушить Кто ты такой Ты вообще Что вот Ну И мне самому смешно Я говорю Получается Я сейчас Для него бог Ну с маленькой буквы Потому что Практически нет Видео Роликов Где он не упоминает Меня Ну естественно Не называя имени Это Игра в дурачков Вот Постоянно упоминает То есть Мне от этого Как бы плохо Да нет Ну как бы Что он мне-то Ничего не делает Деньги не ворует У меня там Еще там что-то Не делает Вот Но он делает Этим хуже Себе Не в плане Что даже Мой там авторитет Да какой там Авторитет Ну боже мой То есть Авторитет Надо делами Какими-то вырабатывать Ну наверное У меня как У любого человека Есть какой-то авторитет То есть Мне зачем Хвалиться Ну вот то что есть Вот оно все за мной Оно люди видят Все как есть Ну вот И там Ну вот этот момент Вообще смешной То есть Какой-то я И все У него там Все зашатало Все заскрипело Посыпало Все Вот его состояние Получается Духовное Я молюсь ночами Там Вопрос Кому ты молишься Или может быть Ты как Этот Иван Грозный Ну говорят Я не проверял Там не знаю Ночью молился Лестовки бил А утром Людей на кол сажал Как на ваш взгляд Будущие Книги Т Пленок Было много Его родные Рисковали жизнью Судьбами Из-за них Красивые обложки Книги Книг Им не хватает Вот не знаю Лично мое мнение Мое мнение такое Вот смотрите Оно из чего взято Вот мы сейчас читаем А я уже Говорю на трансляции Там в группе В одной мы изучаем Библию Очень интересно Значит Читаем по клавам Там объяснения Толкования Все такое Читаем сейчас Книгу Ио И она начинается с того Что Значит Там Ну Своими словами Образно Как бы У Бога было там собрание Он ангелов собрал Там Ну что-то там Не знаю Что там И среди них Предстал значит Демон Вот И значит И дальше там история Значит Ну Мы много чего не знаем Вот почему-то Значит оказывается Демон может предстать туда Вот Все равно там Как-то просочиться Люди узнают Там И вот Все творение В принципе Кто-то докажет Что он есть Это не очень идея гнилая Вот Кто-то еще какие-то Идеи предлагал Вот И потом кто-то А потом один такой Самый какой-то там Такой незначительный Встает и говорит Слушайте А можно вот мне идея Ну давай Говорит А я говорит Все буду говорить Бог есть Да Все есть Ну Говорит И церковь есть И покаяние Все Только давай Вот ты там Не сегодня это здесь А завтра В церковь надо ходить Надо причащаться Завтра давай И вот это вот Самая успешная идея была И все И вот у меня Теперь дальше Продолжая мысль Собрались демоны И естественно Им легче увлечь человека Который не Ну так же как в армии Что главнее Там снайперу Убить генерала То есть Более Как бы Эффективнее Похвально И так далее Чем рядового И там захватить в плен Тоже генерала Потому что он много знает Чем рядовой Вот И им естественно Захотелось Естественно Проповедник В прошлом Проповедник Лапкин Мощный Плоды Приносил Хорошие Значит в этом деле Естественно Его захватить Гораздо похвальней И гораздо Ну круче Чем там Какого-то Который там Простой там человек Вот И вот Какая идея А давайте Вот я просто Своим человеческим умом Сейчас А давайте Мы его Значит Посадим Мысль Что это все Ты Вот И в принципе По его жизни Потом я вижу Что это у них Получилось И мало того Что Игра Ну например Вот они там Эти демоны Размышляют И например Один говорит Это давай Вот я ему буду Давать денег На книги Чтобы он их Распространял А другой Например так нет Там же Ну как бы Икверия И о Боге Говорится То есть Игра весьма Рискованная Рискованная Но этот говорит Да Знаете Я приведу Несколько Книги никто не читает Идет век Компьютеризации Эти книги Будут лежать Да он их будет Развозить Они будут стоять Там на полках В каких-то библиотеках Сейчас в библиотеке Уже мало кто ходит Это одно Другое Что Что в них написано Вот вы же видите То есть Ну вот посмотрите Что в них написано То есть там Люди Ну как бы Если даже обратятся То это будет единица Это настолько Как бы непонятно А мы зато увлечем Такого человека Ну и в принципе Ставки подняты Игра весьма рискованная Но если Она Выиграет То мы сорвем Вообще Джекпот просто сорвем Вот И это Это к тому Что если кто-то скажет Ну как вот Ему же деньги дают В этих же книгах О Боге То что деньги дают Это не обязательно Бог дает Вы почитайте книгу Например Великая в малом Не о том говорю Печаль сатаны Называется Вот Там На это значит Ну писательница Художественная форма Все Тем более Когда дьявол Искушал Христа Говорит Вся власть Там мира Деньги Там все мне принадлежит Вот И там одному бедному человеку Дьявол там Надавал деньги Все тут вмиг стал богатым Там все И там забыл у Бога И всех на свете Вот Здесь так же Давай мы будем давать деньги Будет книги Книги там все Мне любимого Там эти деньги Где там эти пленки И смотрите как Степаненко подметил В этой статье Говорит Он распространял пленки Не кого-то копируя Где-то там Вот А говорит Себя любимого То есть вот Свою интонацию И так интересно Сейчас кстати Слушать его интонацию Как он Библию озвучивал И посмотрел И посмотрел Христос Там с гневом Голос такой То есть У Христа Не был гнев У него было Как это назвать Не гнев А усердие по Боге Вот Что в этот храм Там Эти продавцы Покупатели Там короче Вот это вот Менял И все эти Были Вот То есть там Там не гнев был Ну написано так Но слушайте Вот сейчас Вот изучаем Библию Так Очень часто Приводят именно Эту Септуагинту Потому что Она более точно Передает смысл То есть там еще Перевод может быть Совсем не тот Поэтому С гневом У него была ревность По Боге Вот И не обязательно Что она была Таким вот Это твои чувства Это ты потому что Гневаешься Ты гневный Вот ты так и передаешь Вот И поэтому Дьявол его Поцепил на этом И все вот эти Вот его книги Вот Мне кажется Как раз Это именно уловка К его еще больше погибели Вот я о чем хотел сказать Если вот такая ставка Поставлена на него А как раз Вот через каких-то людей Таких вот Типа давайте Давайте еще Десять книг О вас напечатаем Давайте еще сильнее Вас в ад загоним И он такой О да Давайте там Ну вот так Значит 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 Как на ваш взгляд Будущее Ага Почему ИТ врет Про лагерь смерти Хотя это была Обычная ИТК Общего режима Я тут ничего не могу сказать Просто Одно скажу Что нам точно известно Что он страдал Не за Христа А за распространение Запрещенной литературы Ну конкретно Солженицына Там Про масонство А все остальное Ему уже в довесок Приклеили Тем более Он сам это говорил Он говорит Я говорю судью Да нет Ну сделайте же мне Что я там за Христа Типа вот Что за Евангелие А нет Они говорят Вот мне сделали Как бы это Есть отрывок Видеоролика Где его друг Михаил Гордеев С ним разговаривает И Михаил Гордеев Говорит Игнатий Но ведь ты же Не за Христа страдал Ты же вот это Что это Тебя посадили За Солженицына И все Тебе же сказали Не распространять И он сидит такой Ну да Да Все это есть Поэтому Как бы и объяснять Это уже нет А насчет того Что какая-то тюрьма Слушайте Ну я не знаю Мне еще интересно Что там вот Ну пишут там Пострадал за Христа Там пять Там тюрьм И один лагерь смерти Или что А никто не пишет Что всего Полтора года было Вот это вот Всего То есть там И больше по этапам Там ездил Менял эти местонахождения Вот Такое ощущение Что Игнатий Ходит в чатрулетку Чтобы на девок посмотреть Значит У меня тоже Такое ощущение И этому есть подтверждение Он говорит Они там блуд творят Вот То есть Ну зная его Помните Как-то Это его личный грех Не осуждаю Как-то его поймали На том что Ему же дали компьютер А пользоваться не научили Вот в ютуб Там что смотришь И потом тебе Как бы этот Робот Подсовывает Рекомендации Такие же И когда он вел Какую-то Очередную Там свою трансляцию Что-то там рассказывал У него тут Справа были Значит Ролики для взрослых Так скажем Вот То есть Ну Вот так вот Было такое дело Поэтому Вот скорее всего Он туда входит Ну не знаю Я как-то у головина спрашивал Говорю А вы бы туда ходили Он говорит А зачем я буду На это дно адово Спускаться Когда Куча народа Которым проповедовать Нужна здесь Они вот они Они вот они Они живые Зачем я туда пойду Так Брать И никаких Что-то исправить Трансляции Трансляции Он еще не знает Все Якобы Такое Значит Как Два паука В банке Там Не знаю А все Почему Потому что Они изначально Нарушили Ну все Что можно было Значит Почему Потому что Вот это вот Лицемерие В основе всего Было Ну и решили Какую-то Свою святость Там Проявить Показать Не знаю Там Вот Так Дальше Значит Сейчас я напишу Что мы заканчиваем Мы заканчиваем В Так Во сколько Короче Во сколько В 21 0 Все Так 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 Да Вот Насчет похоти Мы говорили Что Ему нужно было Жить Как Как нормально Все живут Жена его приходит Надежда Васильевна Там К маме И жалуется Вот Он меня там Так Она такая Говорит Значит Слушай Ну что ты жалуешься Ты его Как мужика Не сделала Все Поэтому как Он тебя будет что ли Любить Нет конечно Не жалуйся Ты Ты виновата В этом Во всем Но поскольку Если бы в ней Не было лицемерия Вот Она бы давно Уже развелась Когда он Значит Ей мужик Не нужен был В принципе Она без него И так прожила Она бы развелась И когда вот Он там играл В любовь с молодой Вот было такое Но она говорит Якобы Я у батюшки спрашивал Но мне батюшка Не разрешил Все это так смешно Выглядит Типа не благословил Почему Потому что Когда им Что-то нужно Они благословения Не спрашивают А когда вот реально Нужно было вопрос Ребром поставить И все Вот Но Как она говорила Я хотел всегда быть Таким великим человеком И вот вы тут никто А вот он там И она мне в упрек Ставит А вот Вот ты сколько привел Ну то есть лицемерие Там такое Такое Не скрытое И человек который говорит Мы изучали Библию всю жизнь Ты Библию изучала И ты не знаешь Что в Библии нету такого Что сколько надо приводить Христос нигде не говорил Но Христос сказал Один серьезный момент То есть я не должен переживать Сколько народу Я привел Или 10 человек 20 15 А о чем я должен переживать Я должен переживать О том что Сделал ли я кому-нибудь Соблазн Об этом Христос сказал Вот Если ты соблазнил кого Умрешь смертью Значит Ну не сможешь То есть жирный камень Повешивать тебе И все Вот об этом я реально должен А его адепты говорят Покажите список Кого вы привели А я говорю Покажите список Кто от него отошел Кому он Пооказал соблазн Кто вообще потерял Всякую веру И поверьте мне Список очень большой Очень большой Где-то в томах Даже написано Сколько людей Отошло с их общины И ведь там причины разные В том числе И да там Ну какие-то человеческие Там вот И очень много Именно соблазн Который принес он И интересно Пишет Степаненко Опять в этом Значит статье Говорит что Те люди Которые уходили И говорит В основном Они даже не в православие Уходят Не в московскую патриархию А вообще там В какие-то секты Почему? Потому что Он же постоянно клеймит Ранчи клеймил Сейчас вот не знаю Сейчас они там Обнимаются Целуются А я Где-нибудь Где-нибудь Этот Где-нибудь Не знаю Если найду его Успею Тут список Как он этих Как он московскую патриархию Значит это Называл раньше Ну вот Но я думаю что Не знаю сейчас что изменилось А вот Через запятую То есть Максим Степоненко Это с его канала Значит Его слова Через запятую Патриархийная Кодла Шпана подзаборная Полумертвые Звери кровожадные Бешеные волки Бешеные псы Бесноватые Там Злобные нечестивцы Иззада Там Короче Короче там Бесовское отродие Демоны ада Вырвались через Патриархийную дыру Священники Архиереи Изменники Христу Болчатник Московской патриархии И после этого Он говорит там Еще там Кто-то там На нас там Что-то Духа святого Похулили Так вот Хулитель-то ты Поэтому и Степаненко Говорит что Хулитель православия Это как раз и есть Лапкин Потому что сам Там и каноны не исполняет И ну короче В статье все прочитаете Просто Вот Алексей Чем связано то Чтобы креститься В Потеряевке Нужно сначала Поработать под руководством Игнатия Тихоныча Это ни с чем не связано Это очередной Лицемерий и ложь Когда например Вот это как я вижу Когда они говорят У нас все бесплатно Так вы хотите креститься Приедьте пожалуйста Там за две недели Или за месяц лучше И десятину Чтобы обязательно Нам не везли И вообще желательно Чтобы сделать бы Как-то бы так Чтобы вот десятину Все бы нам платили Вот это прям дядюшка Мы где-то там Говорит в открытую И вот так вот смотрите Человек взял отпуск Месяц Ну например Месяц он зарабатывает Сорок тысяч Да там например И вот он приехал туда Он же там работает Там или там Не знаю Там полмесяца Говорит у нас все бесплатно У нас все бесплатно Ну как Если полмесяца Значит я Двадцать тысяч не заработал Значит я работал на вас То есть вы как бы И заработали Или там сорок тысяч И мало того, что всю десятину еще туда Ну вот, короче, вот так вот Поэтому, все, бицемерие очередное Приближенный Игнатий, бочку бы ему 200 литровую купили Да, заквасили бы его там Пятнами от грязи покрылся Да и жену его, Володеньку Тоже отмыть не мешало бы Жену его Ну, так говорить надо, конечно, просто Ну, якобы они там моются Ну, то есть, смешно, да В деревне еще как-то он там, у него баня А вот я бы не представляю, чтобы его отец Его отец, мой дед, по чужим баням ходил Вот он в городе там где-то По квартирам по каким-то ходит Ему там покушать, ему приносят И вот он это оправдывает, что трудящийся Достоин пропитания Мужик здоровый, есть деньги Уже давно бы себе баню построил Ну вот, значит, какой-то такой мужик Или как, не знаю И ты любил деньги с молодости Сестер обдирал, но книги продает Получил даром миллионы, но даром все отдавать И ты не желает Гладыщу главный бухгалтер Так, если занимаешься перепродажей То он барыга Ну вот, а он меня барыгой называет А я барыга Два барыги, короче Алексей, недавно ты получил награду Государственную, герои России дали Или Андрея Первозановна А что на медальке написано Роликов моря Слушайте, ну, как это, знаете, просто Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало Дело в том, что Вот, я только что зачитал список Вот этих людей, где тут Патриархийная кодла, шпана подзаборная Полумертвые Тут собрались самые лютые волки Глаза от злобы буквально выкатились Бесовское отродье Вот И вот этот вот От этого контингента Он, значит То есть это его слова, еще раз говорю Понимаешь Он получил, ну там, дали какую-то медальку Ну Вопрос тут не в том Вопрос в другом А если бы вы были, вот, значит Митрополитом Там, как бы вы сделали Ну, Барнаульский, например Вы не поверите Я делал бы точно так же Делал бы все точно так же Вот, митрополит Сергий Ну, молодец Вообще Делал бы все точно так же Однажды, когда я хотел что-то Братьям Моим дядюшкам Сказать про деньги Мне мама сказала Никогда не говорим про деньги Это для них святая святых Ну, все Поэтому делайте вывод Вот Он, бабушек, заставляет покупать Свою писанину Хотя бы в долг Ну, чтобы брали Вот А моя мама говорит Значит Она в открытую говорит Да, я, говорит, так и говорю Что, говорит, это Макулатура То есть она прям говорит Макулатура Потому что вот они лежат И они никому не нужны Вот он поехал Раздавал это там В одну библиотеку В вторую Почему он не говорит Что рассказывать те люди Которые с ним ездили Там были такие случаи Я говорю, везде Были Что в какую-то библиотеку Отдают книги Потом бах Не успели отъехать им в звонок Приезжайте быстро Забирайте свои книги Они нам не нужны Ну, там Вернулись, забрали Вот А то вот везде лежат Ну, поехал ты То есть они у тебя лежат Пылятся Вот он поехал Это все раздавать Вот Ну, можно порадоваться за человека Съездил, посмотрел Ну, с кем-то пообщался Самое смешно Вот это же все показательно Это все для нас пример Он говорит Я знал 8 языков Ага Вот знал все Там разговаривал Там не знаю как Потом он говорит Значит, где-то в проповедях Своих Я у Господа попросил Господи Отформатируй мне Короче, память Потому что у меня Якобы вот это вот знание Ненужное Оно у меня там Место мне занимает И все Господь отформатировал И все И я теперь вот Прикинь, какой четкий Вот вообще ход Как классно И вот для чего я это говорю Не сидите Записывайте Записывайте все Как вот делать правильно И теперь вопрос Это что за такой Бог Который отформатировал Память Бог, который Не знал Что он поедет во Францию Проповедовать И когда он приехал Во Францию в ролике Он там два слова Не может связать По-французски А до этого говорил Я французский Там знал Там разговаривал Все Дальше комментировать Ничего не надо Вот так вот Это говорит о том Что ничего он не знал У него память хорошая Он что-то знал Да, там немецкий Там где-то еще что-то Но так как говорит Восемь языков Пытаясь Себя представить Как вот есть Такие полиглоты Там Ну такие Бундеркинды Не знаю Там какие-то Вот У него хорошая память была Вот этим он очень сильно брал И в статье Степаненко Он говорит Что вот он раньше Нахватался Там Ну как вот Знаний каких-то Да, где-то верхушек Где-то нет И вот он до сих пор Вот это вот У него пластинка Одна и та же Ничего нового уже Ну у него нет И вот он все одно и то же По кругу Поэтому уже неинтересно Как относитесь к новым адептам К Вячеславу И прочее Старые были лучше Например Виктор и Никита Дело в том Что вот эти новые адепты У них основная ошибка То что они думают Что они появились Что Игнатий появился недавно Вот тогда Когда пришел вот этот адепт Пять лет назад Семь, десять Игнатий появился очень давно И были адепты Намного звезднее Чем вот эти вот сейчас И чем звездней адепт С Игнатием Как он ведет Там лизоблюзничает И все такое Тем гораздо Пламень вот этой вспышки Расставания Ссоры там и так далее Она гораздо ярче Это говорят Примеры прошлой жизни Вот И очень В этой общине Очень смеются Над этими адептами Когда вот они появились Там вот этот же Семенов Там Ну смеялись Говорят Да-да Говорят Говорят Не такие звезды Типа Ну На небосводе Загорались Вот Поэтому Я про Семенов говорил Ну просто мальчишка Такой Как бы Ну подобно К подобному Вот Знаешь Если вот этот Такой же Хамовитый Наглый Вот они И вот они Все такие же Примерно Вот И все какие-то Ну как батюшка Сказал Ну нормально И сюда Не поедут Вот Можно ничего Не комментировать Даже дальше Вот И все Которые Которые Вокруг Него Находятся Они Примерно Все Такие Никита Он не был Особо Адептом Вот То есть Он приехал Ну по своим Каким-то Причинам Да Там Знаешь Как-то Вот Может Хотел Исправиться Может еще Как-то Что-то Вот А теперь Придумали Никита Не свободен То есть Никита Настолько Манкурт Что он Не может Вот Ну своим Каким-то Разумом Все-таки Понять Что-то Делается Тут Не так И там Ну Все-таки Как-то По-другому Переосмыслить Все И там Не знаю Понять Выйти из этого Общества Или там Что-то Написать Какую-то Критику Все Сразу Нет Это его Заставили Это он А он Сам Не может Если у вас Еще раз Говорю Все Четко На правде Все на Библии То зачем Тогда люди Вот такое Вот Говорят Вам и пишут Есть Которые Говорят Просто От балды Что-то Там Это Сразу Видно А если По делу Говорят Ему Адепты Не понимая Значения Слов Поют Ему Аксиос Читать Не умеет Его народ Или за Литературный Вклад России Читать Не умеет Его народ Ну Короче Во все Времена Главным Стержнем Была Ставка На Молодежь Основу Будущего Что Видим У них В общинах Где Дети Где Молодежь Добунов Сказал Скукожилась Наша Община Ну Да Это Такое Это Выражение Короче Скукожилась Наша Община Вот Сейчас Я напишу Что Так Все Отвечаю Отвечаю На Уже Записанные Вопросы И Заканчиваем Так О чем Сейчас Во все Времена Да Это же мы Не придумываем Про молодежь Говорим Где Молодежь Почему Ее нет Где И те Которые Были Даже Ушли Еще раз Библейские Примеры Смотришь Если все Построено На Правде Там Совсем Другой Пример И даже Не надо Ничего Говорить Делайте Выводы Сами Печь Торт Будете По случаю Юбилея Давай Красивый Стол Ну Слушайте Печь Торт Либо Значит Мы Это отметим Хорошей Поездкой С детьми Вот И Будем Выставлять Видео Будете Значит Смотреть Ну Как-то Так Решили Сделать Значит Надежда Васильевна Приходит К вам В гости Она Жилетом В деревне Или Как обычно И те Адептам Запрещают Покупать У вас Молоко Ну Вот Да Тоже К вопросу Что Причем Приезжают К и те Дети Дети Которым Молоко Нужно И Однажды Был такой Случай Купили У нас Молоко Там Адепты И он Узнал Там Ах У кого У них Купили Быстро Пойти Отдать Там Все Зачем Причем Здесь Те Дети Которые Приехали Ну Еще раз Говорю У меня Там Как ты Там С тобой Давай Порешаем Или Причем Здесь Все остальные Понимаешь Настолько Человек Боится А если Человек Боится Значит Это Еще раз Подтверждение Того Что Ничего Там Духовного Нет Нет Он Говорит Что Это Якобы На него Нападают Якобы На Духовное Нигде Его Не Ругаю За То Что Не Проповедуют То Один Вопрос Не Ври Не Ври Все Проповедую Только Не Ври Все Вот Проповедую Так Как Проповедовал Ярл Пести Кто Не Знает Это Такое Советское Время Там Был Проповедник Значит Его Не Узнаешь Кто Он Какой Он Принадлежит Кто Католик Не Знаю Там Московской Патриархии Старобрядцам Кому Протестантам Ну Как Выяснилось Да Он Кто Из Сектантов Короче Баптист Протестант Какой Не Знаю Но Он Говорил Только О Христе Уж Тем Более Никаких Не О Врагах Зачем Они Нужны Вот 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 Значит Дядюшке Нужно Поучиться У него Говорить Только Христе Все Больше Ни о ком А то Даже Уже Сейчас Люди Говорят Что Вообще Неинтересно Скажет Значит Прочитает Из Библии Два Три Стиха И все И опять О себе Любимом И опять Пластинка Одна и та же Ездили Как у него На Ползунову Говорят У него Одна тема Тюрьма Параша Скандинавия Тюрьма Параша Скандинавия Ну вот Понимаешь Вот и все Значит Да Надежда Васильевна Не приходит Потому что Ну Он Ей запретил У нее Свои мнения Нету И вот Когда нужно Она якобы Послушная Ему Вот Да Такое Знаешь Это Сатанинское Послушание Или как Не знаю Как это назвать Типа Я несу Послушание Или что-то А когда Что-то Ей нужно То есть Он вообще По боку И поэтому Говорят Ну что ты Вот с ним Ты там Вообще Ну Как бы Вообще Что-ли Не согласен Я с ним Только в одном Вопросе Согласен Что вот И то Он это Слишком грубо Делает Значит О том Что он Вот так С женой Себя Как бы Говоря Что вот Ну про нее Открыто Он говорит Он даже Там много Лишнее Говорит Не надо Такое Говорить Типа На нее На свою жену Да ты Сосу дьявол Ну как так Сосу дьявол Она сосу дьявол А ты Вы Христос говорит Да будет Двое Однопло Он говорит Он такое Соблазн Такой несет В люди И у людей В головах Как это Ну мешанина Там Не пойму Сосу дьявола Как так Вроде Вер Вроде Его жена Там Все И поэтому Ну короче Я просто согласен В том Что вот Он где-то ее ругает Почему Потому что Она ему Как бы Такое Видно Что она Какой-то Вред Какой-то Ему делает Тоже Она Борется Типа с ним Он с ней Она с ним Вот И вот у них Такая игра Всю жизнь идет Вот Смирение Слово смирение Какое смирение У него Дьявольское смирение Там его нету Вообще Ни у того Ни у другого О чем его проповеди Все на их ресурсах О политике О себе любимом О своих книгах О врагах своих У Амвона Стоя две строчки Прочиталась в Библии А дальше чистый базар Стихи Разбирать он не желает Ну вот Это я только что Буду сказал Как они любят Молиться на показ Уже получают награду Об этом Еще раз говорю Написал Степаненко Приводя слова Христа Все Ну вот То есть тут Не надо говорить Что это я такой плохой Я что-то сказал Писание Нам об этом Об этих фарисеях Говорит Что он слышит Почему он Не поступает По Слову Божию Потому что Степаненко говорит Вам нужно написать Не во свете Библии А во свете Там В моем свете Или там Во свете Лапкина Вот и все Поэтому люди так и говорят Либо там Сектант его вызывают Задай вопрос Почему То есть Одни просто со зла А другие Это как бы Правильно называют Почему Их священник Видя клеветничество Лжеца И те Замалчивает Ну Потому что Потому что Я ему вот Недавно Об этом говорил Я говорю А вы потом Обижаетесь Почему говорят Я говорю Это не я А люди говорят Что у вас бизнес Вот Вы там Двое друг друга Это покрываете И все Как так Ты Говорю Имеющий власть Ну не ты там А вы там Ему Папа с ним разговаривал Ты имеющий власть Говорит Как ты так можешь Тут даже простой момент Я говорю еще раз А я спросил у батюшка Я говорю Что он вам сделал такого Что вы его убиваете Вот Наверное Стрепенулся Не понял Как это понять Вот вы же Самый главный Просто убийца его Он И ты Всегда Значит Говорил о причастии Только один момент Приводя апостола Павла Что недостойно Притещающиеся Умирают Немало болеют Вот И все Я говорю И Есть Слова Христа Что Если ты пришел К жертве Значит То есть Ну по нынешнему Пришел к причастию И Значит Ты знаешь Что брату имеет на тебя Что-то Ты должен оставить Свой дар И пойти примириться Вот А он говорит Да что ж я буду У меня там Две тысячи этих Да не надо Две тысячи Говорит Вот ты конкретно Знаешь Ты меня оклеветал Вот Я приходил Говорю Давай Решаем этот вопрос Не хочет разговаривать Потому что Сказать нечего И Священник Зная это Причащает его Какое же Горе вас ждет И вы помните Когда На Видео По березкам На собрании Я сказал Если это я позвонил То меня Бог накажет Если я не звонил То ты там За клевету Тебя Бог накажет И вот он говорит Смотрите Его уже Как говорится По Божьему допущению Уже там два раза Труба по башке била Один раз труба Другой раз кол Теперь какие-то Шесть болезней Неизлечимых Или какие-то Страшные Две Со смертельным исходом Человек Никак не может Образумиться Но опять же Я не говорю Что это Потому что Я просто сказал Что я Слова эти Сказал И они не пустые А почему Вы думаете Что Если я какой-то Сказал То слова мои Будут там Или Бог их Не слышит Бог и слышит Вот И я ему Не желаю Зла нисколько Я ему желаю Покаяния Когда на суде Суд закончился И там Это В очочках Такая девчуля Такая мне Поворачивает Ну что ты рад Что с него сняли Это Значит Ну что он Страв заплатит И с него Ничего не будет Чему рад То что человек Дальше продолжает Гибнуть Погибать дальше В своем зле Нет я этому не рад Я искренне хочу Чтобы он покаялся И если ему Неприятно Вот то что ему Говорят клевету Он приводит Там Серафима Саровского По-моему Который говорит Что там Мой сын Мой Если даже эта комната Наполнена червями Они тебя прогрызают В разных направлениях То Дорогой мой Стоит потерпеть Потому что Вот ну Все это ради Бессмертия Ради будущего Ради царства небесного Вот Так что поэтому Если Например ему Неприятно сейчас Это слышать Ну ты просто Как-то исправься Как-то не знаю Там в конце жизни И вот Максим Степаненко Делает вывод И говорит А что нужно сделать Значит там Прекратить всякие Вот эти вот съемки Говорит Прекратить съемки Выставления на ютубе Там Прочитайте статью Там на три месяца Или на сколько Там И там Он делал как-то обзоры Были Обзор дня Что-то такого Говорит Делать не обзор дня А делать обзор недели Выбирать только Самые интересные вопросы Там в течение часа Вот То есть Постараться И мне тоже пишут Говорит Отберите у него камеру Говорит Ну старик погибает Там все Понимаешь А эти адепты Наоборот Давай 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 То есть видишь И вот вопрос Кто его толкает К погибели Мы что ли Его дядя Брат его отца В конце жизни А он был По характеру Еще суровее Чем Значит Мой дядя Вот Он в конце жизни Сделал там домик себе Ушел туда И все И замалил грехи Все Уже там Никого не получал Как говорится Все Закончилось получение Вот Поэтому ему Нужно сделать так же Чтобы хотя бы Остаток чего-то доброго Не растерять до конца Потому что все Что вот он там делал Если он это Растрезвонил Раструбил Все это уже потерялось К сожалению По словам Христа Это не я говорю Так сказал Христос А если это не растерялось Ну значит Тогда Христос как-то неправильно говорил Или еще что-то Спасибо мне Господь Так не мать Чем вашу семью Кормит жена Ее вкусняшки Чем радует семью большую Вот например Я люблю тыквенную кашу Это когда молочный день Теперь Такая одна Значит Бывает Противень Сделает Эту картошку Порежет Вот она свеженькая Бывает Прям в мундирах Прям Ну помоет ее чисто Порежет Там на 4 части Например разложит Там что-то добавит Там маслечко польет Наверное Если постный день Там еще что-то Короче Испекет И вот этот весь противень Фух Просто раз Ну что-то у меня 5 мужиков 4 мужика Да Не 5 Ну у нас как бы 5 мужиков Получается И конечно Она готовит Такими кастрюлями Там ну кто-то удивляется Ничего себе Вот ну что Они растут Понятно все Но и Надо сказать что Я не знаю Чем бы я питался В городе Если жил бы Вот так легко Так открыл холодильник Взял это молоко Натуральное Там пошел Яйца взял Там муку Там блины сделали Вот сейчас Несколько раз Блины делали Так чук-чук По-быстрому Там все начали Блины делать Там еще что-то Мясо там Это ну С борщ Борщи Там я борщи люблю Вот там Чем борщ делает Вот поэтому Рацион очень Разнообразный Если честно Всякий прям Вот Но иногда Иногда Да иногда И там Любим что-нибудь И с магазина То есть я Без вот таких Каких-то перегибов Там типа Там все Там да На самом деле Мы не Усердствуем В плане той еды Какой-то Химической Вот Ну иногда Там можно Хотя Так это бывает Очень редко Наверное Чем Так Какие плюсы И минусы Жизни в деревне Задумки Желания Видя на перспективу Ну какие плюсы Да плюсы Вот они Как бы Как бы во всем Я не знаю Минусы Опять же Для кого минусы Ну вот Конкретно Про свою деревню Да Вот нам бы дорогу У нас логистика Плохая Что вот Нам легче Было бы выбираться От груза Товар наш Отвозить в город Там и так далее Вот Вот но пока мы Пока вот Дорога выйдет В этот дождь Пройдет Все ты не можешь Выехать Зимой дороги Вообще нету Там на снегоходах На собаках На оленях Там не знаю Вот Наверное это какой-то Минус определенный Была бы дорога Да Да плюсы Ну их плюсов В плюсах Их много Тоже Например Опять же Я говорю Чисто про себя Вот как Мое видение И про свою деревню Вот А например Там ну кто-то Например там Скажет Да нет Ну как так в деревне Работать Я вот не могу Там что-то выращивать Продавать Все мои дела Я сейчас Ну стараюсь Какую-то систему Их сделать Потому что да Ты где-то зарабатываешь Но это все Какой-то вот Ну пока не то Чтобы вот хочется Как-то зарабатывать Прямо так И чтобы это было системно Ну вот Над этим вопросом Собственно я работаю Сейчас Задумки желания Вот Дом Слава Богу Как бы построили Основное Какие-то доделки Доделываю В плане улучшения И уже сейчас Вот в плане развития Например Вот как мы в этом году Значит Взяли участок Вот это Под малину Как бы Вот новое такое дело Это тоже Может сказать Пробник Вот И я думаю У нас получится Мне интересно Этим земледелием Никогда не занимался Садоводчество Земледелия Так скажем Вот И думаю Что в этом даже Ну как Некоторое будущее Есть Если еще Есть уже Замыслы и помыслы Сейчас я их не буду Озвучивать Потому что Какой смысл трепаться Просто будем делать И просто будем вам показывать Что из этого будет получаться Потому что Такие Значит Проекты Уже работают Где-то Где-то у кого-то Работают В других немножко Условиях Ну я думаю Что Это если у нас Подкрутить Тоже как-то Что-то сделать Подумать То Короче Все Все можно И опять же Все с Божьей помощью Господь будет благословлять Если Господь будет видеть Что это Не разрушит нас Не для разрушения Мы это все придумаем Как вот Выдумал Мой дядюшка Выдумали Во-первых Когда я хотел Взял участок У озера Что гостиницу У меня даже Таких слов не было Но мне приятно Где-то Что он верит Мне Что у меня 100 миллионов Есть где-то На гостиницу А другого дядюшке Конечно Печалька такая Что говорит Вот он собрался Там сделать Это у них В роликах А вот куда Люди будут ходить И вот Смешно конечно Как Не хочется обижать Как там Не знаю Уровень интерес Куда будут люди ходить Наверное Тут же и будут гадить Вот Все И поэтому Лучше ничего не делать Дома мы в туалеты ходим А тут вот То есть Есть там Очистные сооружения Есть станции То есть Ну И люди уже этими пользуются Вот у меня есть знакомый У него Турбаза В Горном Алтае Показывал Как что интересно То есть Все это уже придумали Но вот тут У нас 18 век И поэтому Куда будут люди Наверное Лопухами вытираться Там под кустики ходить Вот Значит Желание есть Желание одно Значит Развиваться Я вижу деревню другой Вот Вижу что здесь Семьи Молодые Детьми Мы развиваемся Развиваемся Все это В Боге развиваемся В вере развиваемся То есть Не просто мы там Стали Значит Какими-то безбожниками И все там Стали там Пить, курить Как говорится Развращаться Нет Нет Мы Главное У нас Бог Главное А потом уже все остальное Вот И все наши дела Все ведут Богу Вот Чтобы все наши дела Вели на прославление Бога Вот Как бы Как было так вот И И это все может быть Любой бизнес Может Ну в любой смысле Не любой Но там У нас например Ты можешь сделать сыроварню Все Ты там Будешь себя Как говорится Продавать Все делать честно Все Люди узнают Вот я вот продаю У меня есть сапоги хромовые Я там Сапоги одел Под пайском Немножко конечно Не того смотрится Что европейская рубашка Под пайском Это некоторые извращения Которые вот Дядюшка Привил Так скажем Потому что у самого Видать это Когда он говорит А вот Там Лев Николаевич Так Лев Николаевич Стоит там В косоворотке Так если мы говорим Про пайсок Так и одевайте Одевайтесь по нормальному В косоворотке А не европейскую рубаху То есть там Одевайте под пайсок А почему В пайске ходить Потому что в Библии сказано Там 108 или 112 раз А пайсок И поэтому ты должен Ходить в пайске Ну слушайте А слово меч Ну давайте так Логически там дальше Слово меч Там вообще сказано Еще больше Так давайте ходить С мечами все То есть это бред Который он сейчас несет Но раньше было так Дядюшка говорил Всегда говорит Задавайте 4 вопроса Вот я сейчас передаю вам Это хорошая мысль от дядюшки Значит 4 вопроса Когда читаете что-то в Библии Кому сказано В какое время С какой целью И четвертое Что-то там Кому сказано В какое время С какой целью И там что-то еще Короче Четвертое Не помню Не помню Сейчас не помню Что-то Все И когда вот это вот понимаешь Почему дядюшка Тот же Не говорит О златоусте Который говорит Про пайсок Мне человек Несколько раз один говорит Я говорит прочитал первый раз Потом второй Третий Четвертый У златоустов про пайсок И там нету Вот такого знаете Вот Кулакумпостов Чтобы там Выходили там А пайсок снял И все Что ты уже якобы не христианин Там лицемер Мимикрия Там Нету такого Златоуст вообще говорит О другом Там Почитайте Что если ты готов В этом ходить Там ходи Там что-то Представляешь Для чего это тебе Там Есть такая фотка Мы раньше жили в Кирдизе Стоит мой дядюшка Там у моих родственников На улице баррикадной Уже борода у него вот такая То есть это он уже Вел свою проповедническую деятельность Стоят два других Мужчины Тоже с бородами И он стоит У него рубашка Штаны Заправленная Все стоит То есть он в то время проповедовал Собирали все И все И это не считалось Что он какой-то там Какой-то там Неполноценный Там масон Или еще кто-то там Не знаю Неверующий Нет Это нормально Все Поэтому Это все знаете Так В общем Сошли короче На поисок Вот Видение на перспективу Ну я говорю У меня в голове Перспектива Как бы вот очень интересная Интересная настолько Что Если еще раз говорю При одном условии Если Бог даст Если Богу будет угодно Если мы себя покажем Что вот Мы как бы Идем в правильном направлении Вот Даже хочется храм построить То есть такой вот Настоящий храм Типа Откуда деньги такие взять Найдутся Деньги вообще в легкую найдутся Я еще раз говорю Людей очень много Богатых Которые там Готовы помочь Господь расположит То есть деньги накидают Там кто угодно Вот Небольшую такую церквушку Значит настоящий храм построить И Вообще Сейчас по деревням Газ проводят С газом тоже Очень многие Возможности Какие-то появляются Дорога И я говорил про бизнес Что можно заниматься Чем угодно Вот Там еще там Чем-то заниматься Не знаю Показывать себя Вплоть даже до туризма Да Там То есть вот занимаются Там люди То есть У них на территории Стоит там Часовня Вот я у Головина был У них там Турбаза такая Стоит часовня То есть человек Может зайти Помолиться Понимаешь То есть они делают Это все Как бы это все проповедь А у нас нет У нас мы закрылись Такие Тук-тук-тук И вот только Только кто-то там один Только Только там что-то он делает Там и вот И все И как он скажет Там Ну это бред Это чистая секта Потому что В обществе В общине Все делается Сообща Общее мнение какое-то Я уже об этом говорил В видео Как вот у Головина Я говорит Предложил Я говорит Не согласен Он говорит Большинство в это Решили Все решили Значит я молчу Я смиряюсь Здесь у нас такого Я этого не увидел И поэтому Можно меня обвинять Там в чем-то Можно в это Я недавно разговаривал Я говорю У меня такое ощущение После некоторого времени Сложилось Когда я пожил там Я говорю Если бы суд был бы над вами То я бы там В числе первых Стал и задал бы вопрос Нормальный мужик Здоровый Все Пожил Который задает вопросы Что здесь происходит Зачем все это Почему Потому что Я увидел От этого лицемерия Если все нормально Как бы у человека Таких вопросов Не возникает Там другие вопросы Возникнут Вот Ну я как бы Вот так вот А батюшка говорит У меня Спрашивают Где-то на позу новой Или где Что у вас там происходит Он говорит Ну Говорит А вы возьмите Так вот Двадцать человек В одной комнате Поживите Задницу об задницу Потритесь Я посмотрю Что с вами будет Ну То ли батюшка Какие-то здравые мысли Может быть Немножко То ли это так Какое-то опять Лицемерие Или еще что-то Вот Буду верить Что это вот Ну Как бы Как бы он по-честному Говорит И поэтому я говорю Что там Где-то вот Говорит Мой дядя Там О там Война какая-то Там Что-то напали Там Все Накинулись Там Еще Никто ни на кого Не накинулся Ничего этого нет Мы живем нормально Спокойно Все это все В его голове Все Как он говорил У лидера должно быть Воображение Одно из качеств Вот это его больное воображение Он там сам собой дерется Он постоянно нападает Сам на себя Видать Грязет Или что он себя делает Не знает Дальше Значит Почему У Игнатия Нет детей Это вопрос Богу Вот Я как человечешка Могу просто Своими мыслишками Немножко Представить Почему нет детей Потому что Если были бы дети Убил бы Либо он их Либо они бы Его убили Вот Их мама говорила Моя бабушка Говорила Ну Зато самые послушные дети Вот Типа у Игнатия И у батюшки То есть Там Это вырвано из контекста Говорит о том Что Там они ругали детей Там Ну там Родственников Видать племянников Там непослушные Там Или там еще что-то Вот Она говорит Зато у вас Самые послушные То есть Детей нету И как бы Вам хорошо там Командовать А она Мать с опытом Да Там мать героиня У нее 10 живых детей Она знает О чем говорит И она говорила Самое тяжелое Это С детьми водиться И Богу молиться Вот это Говорит Самое тяжелое в жизни Ну вот Можно ее послушать Мудрого человека Она окорвлялась У Барнаульского батюшки У нашего духовного отца Отца Николы И он сказал Как-то о ней Говорит что Точнее сказал Где-то он говорил Там проповедь Такую что ли Или кому-то Говорит что Я в жизни встречал Двух мудрых людей Кого-то там назвал И вот говорит Марию Егоровну Вот Вот так вот Значит Ну и там Не знаю В защиту скажу Да там например Моего дяди Что почему Бог ему не дал детей Потому что Бог же видит Что толкового бы Он ничего бы не дал Скорее всего Вот А дети Они бы его отвлекли От того Что он Сделал Своей жизнью Ну вот До этого То что он делал В основном Проповеди свои То есть ведь Люди же Пришли к Богу То есть Еще раз говорю Это Божьи действия Богу так выгодно Это Бог так захотел Бог захотел Себе привлечь Вот этих вот людей Вот Привлечь через Вот этого человека Который Никогда в жизни Ни машину не водил По серьезному В смысле Не то что там По деревне проехал Где-то там Самолетом не управлял Там никакой техникой Вот он не управлял Вот кроме компьютера И камеры там Наверное телефона Вот То есть о серьезных вещах Говорю И не смог бы И вот он говорит Я там хотел быть террористом Террорист С него бы бестолковый Тоже бы вышел Никакой Вот Поэтому для террористов Там Бог там Как бич Там использует Там каких-то других людей Более толковых А вот он Вот этот человек Именно вот Для вот этой цели Вот единственное Что вот он Как бы сделал положительно Вот Богу нужно было Вот этих людей И вот он через него Их уловил Все И поэтому Когда он например говорит А вы там должны Ну как бы сравнивая себя А вот Я вот столько Вот у меня 17 человек В этом году А у тебя сколько пришло Это абсолютно неправильно Бог дал всем свои таланты И поэтому Бог меня не будет спрашивать Почему в этом году Вот у этого 17 А у меня не 17 Бог скажет Я тебе дал детей Я тебе благословил Почему ты их не привел Ко мне Бог Детей дает Бог Вот И поэтому Я буду за них отвечать Я не буду отвечать За тех 17 Вот Поэтому мне Как бы я себя с ним Не сравниваю Я для человека Зачем это говорю Для того чтобы Тот кто сейчас смотрит Кто вот у кого-то По-любому Есть какие-то угрызения Совести Может быть я тоже должен Там идти Там куда-то Что-то Займись сначала собой Своим Значит Укреплением веры Так скажем Своим ближайшим окружением В семье ты живешь Там муж Брат Мать Отец Не знаю кто ты Вот И все И потом увидишь Как у тебя начнет все меняться И потом сам тебе Бог Подскажет что тебе делать Потом ты Останешь Что ты на работе Скажешь Что я верующий Где-то ты будешь ехать В поезде Где-то еще какие-то разговоры Не навязчиво Что-то кому-то раздавать Понимаешь Нет Не навязчиво Перекрестишься Где-то разговор Какой-то Зайдет Слово за слово И вот так вот Будет у тебя Господь сказал Вот дядя мой Бьет на то Что Этот Последние слова Христа Идите проповедовать Во-первых Это не последние слова Христа Последние слова Христа И си я с вами Во все дни До скончания века Вот они последние А во-вторых По его же методу Задает четыре вопроса Кому сказал В какое время С какой целью Там И опять четвертый вопрос Опять не могу вспомнить Вот И поэтому Там были и другие люди Но Христос сказал Получите Духа Святого И будьте мне свидетелями В первую очередь Мы должны быть свидетелями Его Вот А такой свидетель Как например Мой дядя Который является соблазном И просто Я не знаю Соблазном всего православия Вот пишет Степаненко В статье своей Вот Поэтому Ну Как бы Я не хочу Быть таким Вот как он В кавычках Там Богоизмерным проповедником Боже упаси Зачем мне Это позор Позор Просто позор Никому не нужный И он так и жизнь свою закончит По всей видимости То есть Без Это Постоянно себе там Дефирамбы Какие-то там Безызвестные Так скажем Забудут про него И все Потому что Те кто себя восхваляет То есть Да будут унижены А те кто наоборот Унижаются Да будут возвышены Пишут Он и сейчас живет С девственником А Ну нет Нет Он живет не с девственником И Вот я говорил Вот видите Просто раз говорили Про Пащенко А что там На Ползунова Напали на Пащенко Вот понимаешь Не надо ничего говорить Про них Ты что Сейчас скажут Что мы там Не знаю Там палками били Пащенко Даже поговорить нельзя Вот такие христиане Вот Чего напали Ну просто Ну поговорили Ну это мое мнение Тем более Я с Пащенко разговаривал Я тут Сказал что он говорил И все Поэтому Степаненко Пишет В своей статье Говорит Пащенко И этому Никите Колеснику Говорит Там Вы должны типа уйти Там от него Вы не должны с ним жить Потому что написано Что там Ну с таким даже Сообщаться нельзя И все это Вот он приводит Слова из Библии А тебя отроки Игнатия Побить не хотели Отроки Каждое лето Приезжают со всей России Все хотят в Потеряевку Ну я не знаю Хотели не хотели Но Не кидались Не кидались Как мой дядя говорит С палкой накинулся Нет не кидались Вот тут последние приезжали Значит он подошел Поздоровался Все Я там доску у него Помог мне пронести Но там отроки тоже Они отличаются Отрок от отрока Один со своей головой А у другого Там Своей головы нету А как Как говорят мои родственники Которые уже там Преклонного возраста Они в свое время По молодости Говорят Мы ему в рот смотрели Вот видите К чему говорю Что нельзя Вот этот гуруизм Какой-то вот этот В рот смотреть Что нужно все равно Всегда иметь свою голову Сейчас родственники Да там осознали Там как-то что-то Уже поумнели Помудрели Увидели что все Вот А ну а как бы вопрос Ну а кто тебе виноват Что ты там Пол жизни своей испортил Слушая там вот Вообще слушая Абсолютно там Не евангельские моменты Там Был один такой случай Когда там Сын ушел у одних И потом Ну ушел из семьи там Как говорится Там распутная жизнь И все Это как какого-то С притчи С блудным сыном И потом изъявил Желание вернуться И они советуют Своего моего дяди Вот что нам сделать Он говорит Скажите ему Чтобы от калитки До крыльца Чтобы полз на пузе И просил прощения Тогда только вы его Примите свой дом И это говорит человек Я говорю У него деменция На Библию Когда вот Ну Чего-то касается Не знаю Хотя это даже не его касалось Блудный сын Про образ Бога Он его принял сразу Он ему ни вопросов Ничего не задавал Там Ах ты гад такой Ну какайся Целовал Говорит Плакал его Все там Быстренько Лучший перстень Там все Оденьте его И эти люди Эти родители Слава Богу Что они его не послушали Моего дядю И они Передали через людей Там сыну Что приходи Мы тебя примем Все И этот сын Верующий человек Теперь он настолько Благодарен родителям Что они его тогда Не Ну как бы не отбросили Там Ну молодость Глупость Там Вот и все Все это прошло Уважаемый Алексей За веру и детей Низкий поклон Ну спаси Христос вам Низкий поклон Алексей И вам низкий поклон Нет За что низкий поклон Выложите пожалуйста Как видео на ютуб Это да Обязательно У меня глючить Не могу нормально смотреть Да тут похоже Все не могут нормально смотреть Так Вы молодцы Построили замечательную семью И родили кучу детей Сейчас даже одного Никто из мира рожать не хочет Всем надо бабам деньги И большие как кино Ну это уже да Проблема воспитания Проблема веры наверное Просто детей дает Господь Если ты имеешь Как бы Ну как Не знаю Ну какую-то смелость Там не знаю Я никогда не думал Там как-то вот А на что мы их будем Там Во что мы их будем одевать Там Во что мы их будем питать Никогда не думал И как один сказал Еще в свое время Знаешь Такое ощущение Чем больше детей Тем Господь Больше наоборот дает Ну если все это делаешь Чистосердечно Там как говорится Не ради там чего-то Потому что Даже Кто мог представить Что будет ковид В 2020 году Кто мог представить Что потом там Ну там детские какие-то будут Там еще что-то Никто об этом не знал А кто мог представить Что будет материнский капитал Никто мог Не знаю Я не знал И поэтому там В чем-то меня Уличить там В каких-то Государственных Значит пособиях Там В материнском капитале Ну нет Рожайте вы детей В чем проблема Ну там вот Есть такие люди Которые там Что-то типа зависти Или что Не знаю Ну бог с ним Вот Так глючит Почему? Ну потому что Скорость Короче Плохая Дед Игнати Трансляцию глушит Хорошо Что она загнобила меня Так Любовь Не переживайте Очень подвисает Нет ничего Так Алексей уже написал Что больше всего Отвечать не будет Время уже много Все Значит Постарался ответить В следующий раз Не знаю Что-нибудь еще сделаю Со скоростью Другую локацию поменяю Но все это опыт Еще раз научусь Там как-то получше Что-то Постараюсь выложить На все вопросы Которые не ответила Там еще Потом ответим Благодарю всех За внимание Кто присутствовал Кто задавал вопросы Благодарю всех Тех Кто был на протяжении Вот этих Десяти лет Пускай не всех С нами Кто как-то сопереживал Особенно тех Кто как-то молился За нас Особенно В трудные такие моменты Когда Знаешь На тебя Клевещу Потому что Все равно же Мы же не бревна Мы же Все равно переживаем Так говорят А вот ты Злопамятный Ну тогда можно Сказать На этого Типа ты поминаешь Эти березки Ты злопамятный Во-первых Они были недавно Можно сказать На Павла Павел злопамятный Взял в своем послании Написал А Александр Медник Много мне сделал зла Да воздаст ему Господь По делам его Почему Павел Не написал Да я его прощаю Бог простит А нету нигде такого Прочитайте У Данила Сысоева Проповедь по-моему О все прощения Что ли Что в общем Там как-то хорошо Прямо он сказал Что нету такого Я типа всех там прощаю Там нету И в притче Когда Господь показывает Что Помните Этому рабу Которому простил Тысячу талантов Там написано И раб Там припал И умолял его Прости меня Вот То есть Вот это вот умолял То есть Значит человек просит прощения А нигде не написано Что прощать воздух Это не говорит о том Что где-то я в помыслах Его не простил Христианин должен Христос сказал Ты должен простить И поэтому Если например Он позвонит Или он скажет Прости меня Ну вот там что случилось Это просто моя обязанность Как христианина Простить его Но Потом Иоанн Креститель говорит Покайтесь Вот человек покаялся И что он должен Старым шагом сделать Принести достойный плод покаяния То есть показать Что ты не такой Что ты больше это не делаешь Что ты исправился А поскольку мы люди И например Даже если человек попросил прощения Ну ты смотришь Что он там Ведет себя так же Или как-то там То тем более У тебя Ну как у любого человека Никакого с ним желания Даже общаться Ничего не будет Вот И вообще нигде нету такого Что человек попросил прощения И я раз сразу с ним И все там Как там Сорок лет назад У меня с ним общение Там Да нет Ну нет конечно Вот По возможности Павел говорит Постарайся быть со всеми в мире Если это возможно То есть постарайтесь как-то Вот наладить свои отношения Но опять же Если человек идет навстречу Вот А если ты видишь Что у человека Деструктивная функция Он как бы все разрушает Он разрушитель То От такой человеку лучше отойти Лучше не общаться Лучше говорить Задним столом Даже не сидеть с ним Вот И поэтому Ну Поэтому Не надо с таким общаться В общем Все Всем спаси Христос Еще раз Тоже и вам Низкий покон Всем За поддержку За всякую поддержку Вот Кто-то У нас товар наш покупает Кто-то значит Даже Денежку какую-то В помощь присылал Вот Ну когда-то Было там Тоже и тяжелые моменты были И всякие Вот За все Спаси Христос За молитвы Вот За то что вы с нами И комментируете И нам как бы интересно работать Вот Мы постараемся Со своей стороны Значит Развиваться Развиваться во всем Работать Чтобы Господь силы дал Вот Хотя Сила Божия Проявляется в немощи Вот Ну мы и так все немощные Но все равно Надо себя побуждать Мы побуждаем И как раз деревня Она именно настраивает На то чтобы работать Там как бы Не залежишься долго Вот вроде лежишь А раз ты знаешь Что тебе доить надо Ааа Такой Ну как бы совесть мучить Все Остаешь Идешь Вот В городе этого нету Конечно Кому-то попроще То есть да Вот Может быть Порослабленней В каком-то смысле Не знаю Там было у меня Психическое напряжение Психологическое Вот А здесь физическое Здесь психологического Не так много А физическое Оно Ну устал Ты там поспал Баньку сходил Ты чик Все ты опять бодрячок А психологический стресс Городской Меня отпустил Только через год Когда я жил в деревне Только через год Отпустил меня Вот Настолько был прессинг Тем более Когда там свой бизнес Какие-то А мелкий бизнес Это Ну Короче вообще прям Постоянно там проблемы Какие-то еще там что-то Вот Вот Так что вот так Все Всех благодарю Всем спаси Христос Укрепляйтесь в вере Старайтесь познавать Волю Божию о себе Вот Это самое главное Нет смысла там Куда-то переть Там что-то в это То есть постарайтесь Узнать волю Божию о себе И Да благословит вас Господь Чтобы все у вас было Благополучно И все было у вас Чтобы во славу Божию И кстати Кстати Я же чуть не забыл Анекдот Про моего дядю Идет дядя с адептом Разговаривает на тему Отвергни себя Ну Христос сказал Три пункта Отвергни себя Значит Кто хочет идти за мной Отвергни себя Возьми крест свой И следуй за мной И вот идут Рассуждают И дядюшка говорит Ты говорит Должен свое я Растоптать Моими кирзовыми сапогами Он такой говорит А вы А я такой Какое есть Меня не переделаешь Моими кирзовыми сапогами